Так, для тех, кто смотрит в записи, это новая волна, новая серия трансляций по XCOM. Как громко! Короче, один из пользователей, доктор номер 1, инициировал, собственно, новые условия на прохождение. Нам нужно до середины июня 2019 года постараться, блин, пройти XCOM. О-о-о-о, стоп, а это обычный, а не... Да, это... Это anemia non, нам нужен anemia within. Нам нужен anemia within. А ярлычок у меня на рабочем именно anemia non. Так, ладно, давай стим тогда, чего? steam библиотека мы же через steam играем в их с чем правильно нет а не менее она он 1370 часов а не между наверху и потому что на второе я даже себе x ком поставил в январе горит кузя да да вот он ё-моё короче я хочу повторюсь повторю ключевую информацию для тех кто смотрит в записи только что играли в метро отличная отличная игра все-таки все-таки отличная игра диалоги выправили сюжет все все нормально пионеры вытащили игру оля и все 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 остальные колоритные персонажи но под конец трансляции доктор number one drn one наверно так не за как правильно прочитать предложил челлендж проект вернуться к прохождению он горы на тех же самых галках на тех же самых условиях то есть максимальный уровень сложности без терминатора нам без использования с и его все и вы используем только в случае откровенных багов галки те же самые из секонд вы его то есть там углы командирские что-то еще еще и сейчас попробуем с вашей помощи вспомнить на кону на старте было 35 тысяч рублей но прошло 15 минут мы уже подошли к отметке 50к будет тяжело потому что скорее всего трансляции по xcom будут идти чуть не каждый вечер потому что у нас с вами все равно очень мало времени из-за того что он но сама по себе игра достаточно длинная то есть в среднем это 200 разноплановых миссий ты должен закрыть для того чтобы групп пройти ну блан горе вот соответственно миссии разные от мелких тарелок до тарелок там на три часа омага x чем да да это x чем кстати надо еще вы включите точно забыл совсем мне же я же еще камеры должны работать камера должна работать надо подрезать еще этот шух шух сюда да вот скрытый потенциал углы прицеливания усталость мы вроде отказывались от этого командирский отбор красный туман улучшена информация этот усталости отказывались активные войны отказывались активные войны это скорее упрощение рулятки изначально в этой серии не было новая экономика новая экономика мы ставили еще 1 2 3 4 5 6 галок короче это будет я постараюсь друзья зачем пабжи удалили пабжи это отвлекающий фактор чтобы не было соблазна вечером поиграть пабжи удален сокол добавлен черный список в стиме люблю сокола но именно поэтому я и и и в чате заигнорил тоже чтобы лишний раз вкусный чай не провоцировать до мексика плюс 500 у нас есть определенный старт план точнее на старт поехали на кону как минимум 50к и судьба человечества так берем бразилию с бонусом на 500 стоп бразилию африку нет не мне казалось бразилии сетки или нет франция это допросы мексика горят мексика да вот она да уже 2 2 косаря и надо разобрать накануне 50 тысяч 301 рубль мне нужно управиться до 15 числа 15 июня что отлично Поигранность разная. Да. 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 Первые руины. Да, игра сразу встречается с бага. А таких еще будет впереди приличное количество. Так, давай-ка ты уйдешь. Мы, к сожалению, не сохранились, поэтому сейчас нужно... Новое, скрытое, красный углы, командирский, полученные информации. Без комментариев. Поехали. Получается второй трой уже. Ну, выходит, что так. Понеслась. Штурм-1, ответьте центру. В зоне высадки огонь по готовности. Будьте осторожны. Так, с Витошум есть одна аптечка, одна хаешка. Уже бегом. Блин, я скучал. Есть. Вы слышите? Сделаю. У вас нет ассоциаций? Поняла. Блин. Блин. О, Мелджи. Ё-моё, точно. Я же должен сразу за Мелдом бежать. То, что надо. Ах ты, тварь. Выдвигаюсь. Я в пути. Слушаюсь. Нее. Принято. Нее. Слушаюсь. Дай мне одного бойца. Блин, сейчас еще тетрадку смерти вспоминать, реально. Да, впереди твари. Прям близко. И справа близко. Ну или под нами просто. Ну сейчас пулем, скорее всего. Сразу же, да? Да, да. Дроид и два сектоида. Ой, мое. Начинается. Как обычно, никто ничего не видит. Ну, ё-моё. Здесь всю карту спалила. Блин, что? Извините. Все, отходим. Варианты-то какие у нас? Вруантов-то никаких. Поняла. Выхожу. Два счета. Пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам. Парабараран. Да ладно. Ха, мимо. Неудачник. Блин, этих фланговать можно. О-о-о. О-о-о. Ребята, молодцы. М-м. Даже не пытайся. Сливается. Там у меня фланг потенциально. Вырисовывается. Осторожно. Обойди хозяева с телом. Опасно. Э-э-э-э. Рай его, рань. Ах, ты ж ёжик, а. Ещё кто-нибудь нет? Дроид ещё один летит. Блин. Короче. Короче. Это два фланга, к сожалению. Потенциально больше. Хаешка у тебя, да? Этого избавляться надо. А, давай так сначала. Потом так. Не факт, что снесём мы эту стеночку. Не факт, что снесём и неслись. А, не, мы снесли. Мы снесли внутри стеночку, да? Пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим. Пим-пим-пим-пим. Пим-пим. Пим. В принципе-то неплохо. Всё равно уходить отсюда смысла сбонит. Ай, так. Так. блин так от этого надо обязательно избавляться он же мне фланганет сучок это я топаю нормальность видеть страдочка да 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 так как бы мне его забрать чтобы сколько их там было 70 кто идут два дрона раз-два-три-четыре я троих еще не вижу то есть раз-два здесь еще раз-два проблемы в принципе 61 что-то 165 давай ладно 65 не хочу выходить ты пробуй 42 и 42 ггм время молиться так один внизу он не успеет зайти там они бывают застревают даже еще слияние там же дым эти вот двое меня беспокоят с одной стороны флангуются но они же продолжают давить мне не паникуй только на тварь ненавижу тебя раз и стреляет наш хорошо дроид вылетает это нормально он сел хорошо это под тупо умеем здесь фланг до этого мы убьем любом случае упыря этого надо пытаться убить молодец так есть одна хилочка дэм 17 1 вообще ничего не можешь кроме как кинуть гранату например в этом но подойти кинуть сможешь скорее сможешь 40 так себе видишь 2 этого надо мочить нижние пока не сильно угрожают поэтому что перед дислоцировать фланг поставишь это можешь этого убить тогда ты представляешь вася ты уже поставил его вас понял 72 73 24 сюда нельзя подходить пока еще скорее страховочным будет как они что мы с тобой то делать сам гринку вот неправильная последовательность была только что надо подходить вот так пытаться отстреливать собственно ты сначала этого пытаешься отстрелить получилось значит и соответственно поэтому стреляешь 73 мимо это уже несколько хуже 91 но не хватит именно дамагом поэтому скорее всего пытаться это и докинуть гринку до дрона тогда мне придется подставить фланг плохая идея варианты забить на дрона потому что он не такой уж и мощный попробовать его добиться этого полу кавером добил проверяем еще вариант шаг вправо и попробовать докинуть таким вот образом нет будет короче выцеливайся ты делай видимо это подходи сюда готовься лечить удачи на да у меня фланг но фланг андроида он главное чтоб не критонул а это подходит сучок сапресс пошел стреляет так паникует на этом броня папа это самое поела здесь двое под лестницей бафаются я молчу хочу что-то так не вовремя то начала паниковать подруга днем их суровых могли про раш того упыря это плохо но я выхожу исключительно чтобы вот этого упыря подбить дальше надо подойти подлечить может покоцать его гренкой лучше просто чисто сапресс чтоб снять спокойно а мэлт протух уже заряд аптечки-то один были на сам ты они ты накидываешь ну вот и все и докидываем то расстрелялся объясните вашим бойцам что взрывать а без комментариев у нас оказывается все молчу тогда совершенно не обязательно контузия все-таки сниму ну потому что там сапресс был на а нет здесь тоже контузия тоже контузиями прицеливаясь смотрим гренки и закидать можно ранить можно главное сейчас правильно все сделать этот бои готов бои готовность лучше метким выставом попробовать снять а это не потому ну и ничего страшного о хорош попал а сможет убежать а я верю что тебя не увидит просто хорош что творят а правда так тут еще один внизу где-то дым а так заметьте там два овера он все поймает блин 47 47 47 нормальные шансы чего-то начинаешь казалось бы но так не должен заметить никто не замечает не изи там еще один номер остался из пистолет на такой дистанции 70 и правда ладно постреляем чего семян семенович ну что ты делаешь то зачем ты так светашем до кинем до 1 не экономить обвожу хотя бы одним лучше парочку было на людей конечно это убегает прячется сливает с другим сектоидом разумы свои при этом прямо подо мной это перебегает и бои готов так 66 59 в принципе можно было закидать благо гранат у нас немеренно один щегол прямо здесь сидит блин вот я не смогу пройти обойти мне очень долго придется это делать чтобы к нему в спину выйти но этому больше делать нечего поэтому он просто бежит варианты перестреливаться перестреливаться хороший вариант единственно я бы покоцал вот этого упырям просто чтобы его ранить и того кого бафают ранить вот отлично ну того кого он бафать не ранили но все равно хорошо там full укрытие к сожалению здесь подойти нельзя из-за овером ничего еще одной гранаты что закидывать его так не хочется может не хватит просто может просто не хватит давай так 67 попробуй это вы зря конечно затеяли всем так этим я попробую пройти хотя бы на следующий ход на овер поставить тут подходим нет еще не поздно гренку закинуть миш давай не жалей потому что двое полноценно действовать будет а так хотя бы один раненый и только один полноценно действует отбегает туда же и стреляет 50 процентов видимо из-за того что там угол ладно смотрим смотрим видим перестреливаем его сучка этого помним что внизу еще один стоит скорее всего но верим улыбается и скорее всего я не смогу так просто о хорошо покоцали и надо этим выходить во фланг к сожалению нужно потратить еще один будет ход того чтобы выйти к нему во фланг 67 до слабенько я не хочу то есть надо перезарядиться типа по мне так довольно прилично короче переждаем вот пробуем переждать ход да этот сидит на уверен короче я начну с дальнего потому что тут уже вполне реально выйти во фланг только вот сюда они влево может овер сработает мне не сработал хорошо 84 отлично мун этому у него имя муна сходу просто неплохо так но тут десантура чушь поделать я понимаю что там человек с овером сидит боится маленький а у тебя повышение есть кого нет повышения у тебя нет повышения все ради бойцов свои делаем все ради бойцов есть я молодец с первого трая первые миссии прошли мэлт не собрали благодарю всех за такую отметку четко до отпуска челлендж было возможно закинул на гастарбайтеров соколик за что соколика так ну что я его я не могу ему отказать иногда будем надеяться остальные операции так сплава фрагментов хватает 800 на руках вы помните что здесь есть так я начну с вооружения естественно так что у нас по пар нормально пар главное не в спутниковом модуле один здесь друг утром я должен сразу бахать спутниковый модуль в стаке заказывать спутники спустя два дня кажется они 24 до 9 делаются 25 то есть они типа терпят 4 дня можно подождать по постройке сооружений кроме спутникова надо сразу делать генератор насколько я помню желательно конечно генератор делать правой части а во что этом упирался не генератор сразу делать генератор наверное вот так вот l будет у нас идти и 2 будет вот вертикально идти то есть спутниковые здесь раза три 4 5 6 7 на будущее генераторы на l с паром генераторы просто вертикально здесь соответственно лабы мастерские план такой сделать один танчик естественно сделать два датчика движения и заказать побольше обрезов по казарме показ армия что касается точных бойцов 70 70 70 72 не так много метких но в базовом отряде 68 69 70 метких стандартно среднее количество 4 14 15 что у нас по маневренности есть но 15 не может быть 14 14 14 14 три человека с маневренности 14 не густо а нет у меня есть еще есть а здесь двое с маневренность 14 психи 15 а пятнашка же максимально короче один только с пятнашкой этому не скорее скорее ну блин это же сразу moon почему девочка только это же сразу пол пол сменить как язык ладно он за нас будет играть что я еще забыл но я в принципе построить сейчас больше пока ничего не могу кроме лифт там лифт единичку как раз стоит стоит ли и сразу стоит ли лифт сразу же делать нужно два спутника заказать они кстати дорогие сейчас вместе в любом случае в течение пяти дней какая-то будет менять пока лавина не буду командиру экском просьба прибыть в оперативный штаб повторяю командиру в оперативный штаб поехали дробовички готовы блин может бмп отменить тогда если миссии не будет до 5 числа блин наоборот лишь сначала нужно спутники заказывать было дебил кусок дольше делал делается наоборот бмп отменяем вот это я накосячил это не настолько критично но вообще это это ошибка грубая мун возвращается в строй помню что нам нужно выемка грунта завершена но я пока разве что прокопать за десяточку могу мы получили сразу несколько вызов в германии коридор что бахаем сразу двух снайпов наверное и берем на прокачку новых лиммингов так давайте вспомним что мы хотим мы хотим чего мы хотим мы победы над инопланетянами когда мы хотим когда-нибудь ой блин короче можно даже с одним снайпом сюда сходить я сейчас пытаюсь вспомнить вспомните выстроить стратегии давайте поразмышляем что мы помним о каждом из классов о каждом из классов которые нам предлагают long war снайпы с него мы собственно начнем ребята которые обладают наибольшей универсальностью с точки зрения стабильно нанесенного урона так скажем то есть он не может нанести много урона но при правильной игре он наносит его стабильно есть карты на которых снайперы особенно хороши карты большие карты участок коридор с множеством машин это карты открытого типа это карты с большими ну большие на ложке например тоже снайпы тащит вот первый снайпер плюс 5 меткости почти максималочку дали и он жирный еще на 5 хитов то есть пофиг что он он не псих он не должен быть психом пофиг что он не маневренный он не должен быть маневренный а два дополнительных хита на старте это очень хорошо потому что снайпы не славится своей живучестью вот все равно мы даем ему броню мы даем ему страховочный медкомплект даем ему лазерный прицел снайперская винтовка вторые наверное по значимости это рокетмены блин или пулеметчики или гранатометчики все роли важны короче каждый из ролей выполняет то есть отслуживает прям как надо то есть главное уметь пользоваться уметь пользоваться и знать чего ты хочешь от каждой конкретной роли если мы говорим о пулеметчиках они решают сразу несколько проблем пулеметчики прошлой катки и в прошлых троях они были у меня вместо пехотинцев на overwatch то есть базовая задача пулеметчика это наносить урон появляющимся врагам вторая роль это ну просто дпс потому что тяжелый пулемет все дела третья роль это страховочные сапресс страху нет не страховочный основной сапресс основной сапресс блин да много ролей именно поэтому медиков я качал через страховочный сапресс потому что пулеметчики были часто очень заняты от поличи требуется точность от поличи требуется мобильность не ниже средней блин там еще разведчики гранатометчики вот moon 315 у нас скорее всего пойдет на экзальтовского штурмаша потому что он обладает или это инвизный разведчик ты наездный разведчик будь он не ладен и его качать нужно тоже как можно раньше можно даже сейчас прокачать хотя мне нет прицела оптического для него еще исследование не готова и соответственно будет лезть на нет его можно прокачать его нужно прокачать на инвизного разведчика но при этом не брать его на эту миссию разведчики это триггер молниеносных рефлексов возможность но с гораздо меньшим риском нейтрализовать тех врагов которые сидят засаде но самое главное мы разведчиков качаем ради сканеров сканеры очень нужны ну сканеры нужны по нескольким причинам они нужны на террорах для того чтобы меньше терять мирных они нужны на регулярных миссиях для того чтобы сводить уменьшать короче риски для того чтобы политика находится пока особенно хорошо работает они в связке с снайпами и конечно же если мы докачаемся когда мы докачаемся до маскировки снайп разведчик это лучшая разведка вообще в игре то есть он невидимый при правильной игре с хорошей маневренностью особенно если он до спринтера докачается он может преодолевать колоссальное расстояние и постоянно давать инфу о том где находится вражеский обычно я делал двух-трех разведчиков инвизных то есть полномерно нам нужно к первому дредноуту прокачать по крайней мере одного инвизного разведчика и отдать на дредноуте блин я вспоминаю я вспоминаю что у нас было на экскоме это же жуть это же жуть друзья вы помните сколько разведчиков полигалона на дредноуте и вроде надо его туда брать до чем андр те же самые галки тот же самый мод вообще та же самая игра что и в прошлый раз да да капитан и мне даже от воспоминаний больно конечно на роль частичная роль разведчика из сканов возьмет на себя инженер саппорт инженер он тоже сканы будь здоров может прокидывать так же как и дымы на те же самые терроры но моя вообще сейчас задача взять скажем так двух снайперов перспективных блин 314 69 скорее на разведчика даже 4168 на снайпа взять к ним оставшихся леммингов на прокачку исходя из тех ролей которые хочу от них получить который снайпер 71 похоже ну ладно хрен с ними тоже выдаем ему лазерный прицел выдаем ему страховочный медкомплект вот что касается остальных ролей пятнашка у меня больше нет насколько я помню да по маневренности вообще мы не зашли по пятнашкам может быть имеет смысл если мы нащупаем что есть немножко денег закупить еще четверых в надежде на то чтобы поймать пятнашка этого товарища надо делать вторым разведчиком не очень много хп по морали просаживается но пофиг это как бы второй разведчик но маневренный мало здоровья сравнительно высокая меткость разведчик вторым но опять же мы его сейчас не берем 314 69 та же самая хрень возможно это у нас последний третий разведчик ну как бы или снайп но для снайпера слишком высокая маневренность может реально закроем сейчас вопрос с тремя разведчиками уже хорошо будет а потом на прицелах спокойно их качать да давай так сделаем потому что на снайпов 14 маневренность отдавать не хочется то есть они даже не выдающиеся в плане 74 хорошо стрелять будет все разведчиков больше я пока делать не буду все вот эти вот разведчиков мы берем в ротацию берем в определенные миссии после того как у нас будет готов марксманский прицел мы даем марксманскую винтовочку и они просто ходят на миссии не очень сложные шестым человеком просто для того чтобы кидать сканы и издалека типа как полу снайпер набивать себе фраги далее у нас есть 513 62 человек не точный плотные довольно хорошая маневренность это либо медик либо гренадер гренадеры конечно имбовые имбовые до жути сделаю-ка я из этого гранатометчик первым дальше инженеры точнее да дальше у нас есть большое количество нубасов и учитывая специфику карты я всех их возьму с собой сейчас учитывая то что мне нужны будут сейчас в первую очередь пулеметчики короче берем точных берем точных как и в прошлой трае с ними проще стартовать 70 раз но это уже 70 это уже не снайпы то есть это уже пулеметчики пулеметчики рокетмен 313 72 да вот тебя пулеметчик 313 как он был это снайпер 3 будет все-таки 3 1170 были понеслась надо было сначала прикинуть 3 14 70 на пулич явно выдаем им базовые базовых вид лазерный прицел датчик движения господи меня такое ждет я уже я уже предвкушаю один дым бы взять еще на этой миссии по факту будут работать только снайпы то есть да у нас есть точные красавцы но по сути всю работу здесь должны вот на участке дороги делал два снайпера по иди хаешка дым так надо еще озаботиться чтобы каждый из леммингов получил по киллу потому что это не тарелка и нам на за аутсайдером более на участок дороги не ой только с респом давайте там один к трем нормальный респ один к трем нормальный респ только не сверху и не снизу есть отличный респ лучший лучший респ дым приказать вас понял рейнджер свои зявая короче разводим снайпов по разным углам просто сюда не продвигаемся вперед остальными иду на позицию даже не сколько господи какая хорошая игра насколько так и слышу дронов слышу сектоидов сейчас потихонечку подходим на потихонечку называется так один сразу фланг это потому что снайпов развел хорошо сейчас снайпер должен уже отлично играть это раз 99 процентов правда он открыт пацанами прикрытием на первый вариант это дымчанский закинуть а что снайперу этот 65 65 и опаснее дроид конечно потому что он и ближе и отлично снайпы тащат датчик движения зала это была ошибка так но я попробую сначала прострелить ну так приблизительно хорошо может даже дым не стоит тратить там останется только а там же их трое вообще стоп не 2 все правильно стрелять не стрелять мне давай дым лучше давай не будем рисковать средний уровень сложности тут два по три пока паника уже тогда да получается зря с другом так ах ты так давай врубаем датчик движения там один же может стоять на овере следующий пак виднеется уже впереди мне нужно подойти ближе снайпером может быть мне лучше себя его наверно завести да пофиг пусть они отступают я лучшим о да ладно увидел такие смотрите один снайп хорош красиво выцеливаемся верим здесь лучше было сделать ханкер конечно да но с пулилипак это остаток предыдущего кажется или это новый уже новый хорошо светим опять предоставляем слово снайпером 45 69 69 уже хорошо напомним про килл и леммингом как же они шмаляют вы видели и просто шанс не не оставляют карта определенного типа и вперед что что я бы подвел немножко снайпа чисто повыше чтобы обзор был получше поняла вас тут наверное даже ханкер лучше сделать тут перезарядки в смысле овервоч 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 надо леммингами как-то по пошел первый овер ребят надо надо экспу получать ну ну урон бы нормальный ну сейчас опять снайпы начнут стрелять блин там еще один нормальный 35 мимо хорошо так надо попробовать все таки леммингами пострулять там еще один пак стать 40 или 37 а если хаешкой кавер снят это мне нравится идея и дальнего можно единички добить и каверу блин взять вот это на рандомилась на рандомился урон даже на дальнего понимаете даже на дальнего прилетела максималка или тройка там прилетела прицеливаемся перезаряжаемся помним что одни сектует все еще в панике и он выйти может любой момент дроид это новый пак это последний пак три дроида 32 по 30 попал уже хороший начал и вот он наш сектует трусишка хорошо так сейчас главное сделать так чтобы все все получили но это грянки опять или подпускать ближе то есть избавляться от сектоидом остальными выцеливаться до самой надежной конечно это снайпами ушатать сектоида который может реального урона нести а этими уже ну тупо выцеливаться выцелили раз подошли выцелили 2 еще полное укрытие надо желательно бы использовать 65 тут прицеливаемся 3 перезарядка или не перезарядка не прицеливаться наверно лучше и тут тоже прицелимся может вероятность попадания как видите 46 блин процентов у них тоже и вероятность низкая особенно такой дистанции что самый главный урон не серьезный а вот починка это неприятно я думаю что надо все таки одну грянку сейчас бахнуть то есть человеком который получил повышение вот этим товарищем надо закинуть хаешку каким-то хитрым способом но она почему-то тут не на что ей опереться понимаете поэтому она уроны наносит только по-дальнему это плохо ну что 65 66 с хэшки надо бы начать не ладно начинаем стрелять по ну просто раним типа ранил проверяя ранил блин снайпы тоже такие еще так могут ранить жестко хорошо сейчас этим леммингом попробуем добить 66 если нет у нас последний вариант этим товарищем 59 хорошо ну и дальше вариант либо мы дамы скипаем короче пусть подлетает пусть стреляет пусть критует пусть ранит пофиг главное что у меня будет возможность по крайней мере он кританулся так у меня будет возможность повышения одно то есть я знал что он не убьет меня подходим пробуем ранить его были на что же вы такие у него единичка брони понимаете он не должен был умирать не получила повышение 2 лемминга плюс ранение еще плохая миссия связи командир плохая миссия пока у нас не построится генератор мы сделать ничего не можем ранение на начальном этапе совсем не критично чего добиваются пришельцы они нас изучают нам кажется что он защищает людей без разбора но может быть в этом есть какая-то закономерность дальше в сша у нас активность бурная причем обнаружен анапланетный объект пошел перехватчик первая на ложка друзья иногда даже первая ножка пропускаешь вероятность мы знаем процента 4 наверное нас кидачка тебе нужно два раза по ним попасть с двумя перехватчиками с вероятностью 55 процентов или с трех перехватчиков надо еще обузить тему надо после пап попадание улетать стихо привет спасибо большое тебе один раз попасть на 55 процентов спасибо высылаем рейнджа и так точный инженер разведчик пока под большим вопросом ну выбираем дальше точных оставшихся точных 69 68 эти точные люди должны стать нашими последними там третьим четвертым снайпером третьим четвертым пулеметчиком и рокетов я еще качал на овер и специфично весьма можно пересмотреть это они прямо по дпс очень хорошо заходили в свое время блин танк нам заказать я же денежка появилась я же могу танчик заказать это на случай сложных миссий так скажем я не хочу брать разведчика потому что просто у них пока нет оптики нормальные они будут всегда рисковать я по-хорошему его нужно заливать экспой как можно раньше но с другой стороны тебе как можно раньше нужно и всех леммингов прокачать с этим конечно вот эти вот товарищи они мне подпортили подпортили статум так ладно хорошо выбираем точных в порядке убывания меткости ох то тут осталось то их немного 67 66 67 самых метких 4675 1167 это вообще непонятно кто с такой маневренностью тяжелое оружие человека не выдашь кто это очень человек с маневренностью 11 он ну а что он он типа расходный какой-нибудь инженер 5 11 ё-моё вы издеваетесь 3 11 что о какие они калеки но у них естественно где-то у было где-то прибыло зато у них все 36 как бы класс почти максималка да по сути это снайпы вообще но по видимо вот этих вот нужно брать не в снайпов а в пулечи качать один тоже 11 3 11 но этих вот 4 14 3 13 тоже не в снайп а и 3 14 тоже не в снайп а короче это пуличи а то снайпы ну что реально если ты дашь тяжелую пушку человеку с маневренностью 11 ну либо пулемет либо ракетницу он будет ходить там с минус 4 то есть он будет проходить 6 клеток на пол хода своей это ужасное зрелище господи какие калеки ладно у нас на эту миссию идет один единственный инженер фугас очки и осколочный до датчик движения человека у которого один с маневренность это прикольно придумал миш и пока мы не качаем вообще медика потому что к медикам вообще не самые низкие требования то есть медик не должен быть точным медик не должен даже обладать сильной волей на самом деле медик не должен быть шибко маневренный то есть большинстве случаев это не нужно главное чтобы у него жизни было не 3 а хотя бы 4 а лучше 5 и все и пусть он там стоит кидает дымы сапрессит улыбается издалека так на штурм тарелки на штурм тарелки кто нам нужен надо все-таки дать кому-то датчик движения то я так и останусь без него два медкомплекта гранат в принципе хватит у одного инженера остальным можно давать дымы и подручные средства какая маневренность никакая самое сложное здесь конечно аутсайдер вы помните итак у нас есть инж с парой гренок но не сапер он такой датчик движения пара аптек пацаны более менее точные пара дымов готовимся к высадке штурм один мне не нравится стартовые бойцы присмотрелся сейчас вообще народу мексики вертик нужно ниже среднего всего одна пятнашка на 40 человек это говорит рейнджер мы к северу от места крушения штурм один к бою готов вас поняла ехали мы присмотрим за вами вижу мэлд можете начинать атаку сразу к мэлду пак слева чуть не согрел блин это уже была ошибка слева пак прям вот здесь тонн вполне вероятно он сейчас вообще на меня будет выходить что по крайней мере два овера поставить двигаюсь на позицию ясно а лучше 5 так тут одни сектоиды они ушли до мэл дай мне бы добежать в рамках следующего хода поэтому я сокращу к нему так господи это же самое начало это самое начало дальше такая жесть начнется ведь каждый новый этап новый тип противников новые роли офицеры новые пушки исследования типы миссии разминок там же жесть будет вы есть спецназ мутоны не страшно собираем элд последний датчик уже трогать не буду конечно же но смысле использовать там реально впереди столько еще контента а учитывая то что мне память видеть какая оперативный не очень я буду наверное как в первый раз блин эмоции испытывать прям по курсу люди люди не людям надо сначала левых видимо отрезать как знаю стоит ли забираться выше типа вот сюда вот на стандартное место потому что оттуда открывается отличный вид мне я вот чайку еще вот это вот с жасмином вкусный какой-то целая пачка сейчас это дохлебаю что за чертовщина блин новый пак с поддержал канал на 170 рублей говорит вы же не вот кружка приветствую благодарю за x ком лучший сериал в 2018 года досматриваю 71 первую часть личный опыт лв impossible iron man 6 часов крайне рекомендую аддона и листик mission intel адекватная сортировка карт по типам с адекватным описанием если интересно перевел описание русский язык перевел описание а это типа но это упрощение насколько понимаю да у меня по условиям челленджи нет блин я пропустил справа же сейчас люди выйдут крайне мере они ближе я не могу с ну то есть если не против челленджа тары я могу доставить встреч видимо идет о том что в x коме есть на старте описание миссий типов миссии типа какая карта будет или какой какой из типов карт будет вот но в рамках одного типа часто встречаются противоречивые карты блин я в окружении сейчас нахожусь то есть например участок дороги с коридора с множеством машин может быть как и действительно участок дороги коридора может и окажешься лицом к лицу с двухэтажным зданием с ну без возможности нормально работать снайпами или например большое здание в которое потребуется проникнуть это может быть наоборот какой-нибудь вокзал типа как ну то есть тоже как коридор час будем скорее всего да два сектоидом в общем надо сейчас оббегать максимально уходить влево просто по той причине что справа ко мне сейчас могут вылезти но прийти упыри просто мать просто изи могут прийти упыри поэтому я передислоцируюсь выходят и видят сразу болея на я даже не пострелял да у него полу кавер mail за ними один может быть на уверен вижу только 1 шансы не очень хорошие на попадание я пошел но учитывая то что у нас колоссальные численные превосходства полагаю что можно пострелять даже одно ранение очень сильно его дебавка космат косматос что у нас moon космата косматос ты еще здесь прям косматос вот сопротивление живо и казалось бы мест нет а косматос есть ему тоже мне косматос убежал же выходит новый по нему сразу три овера и романова получает повышение плановые перезарядки чередуем с овервочами справа слышу сектоидов что это было и посмотрите у нас очень конечно хорошим татон саппортит у него не нарушение чего такой прям чтобы мы без него делали без таких как он будет сделано поехали смена магазина смотри 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 что не занести разрабам надежный да ладно что же сейчас я точно выхожу вот к этому а вот так даже они в тарелке друзья ну или у тарелки вот выходят сразу огонь 50 процентов мажем скорее всего последний пак хотя бывает что три бывает что ты блин и отступает сразу сучки вроде мы здесь не должны еще спулить аутсайдера поэтому выходим улыбаемся 1 сразу флангуем 91 агава ну почему не добила ну ё-моё реально к что за люди экспата нужна ведь космата сужила вала получил и оксанка тоже свое получила что делать обычным работягам отсюда видишь есть 71 давай попадай только 71 ну и как мне вас прокачивать то упыри да тут только 41 хорошо баланс справедливость есть ну я тут буду пытаться зря кстати клеточку занят ну отлично сейчас слушаем если по кроме аутсайдера да есть есть третий пак еще собираться тоже они тоже в районе тарелки выходит сразу блин я не готов про там их всего двое короче надо проходить сейчас по правой стороне потому что мы можем сейчас увидеть даже не увидели . короче трое идут на рыбке сюда не хочу подходить понимаете пока еще поехали да потому что я могу сейчас аутсайдера спулить это будет серьезной ошибкой все ждем это должен сокращать и он видит нас да там может быть овер но я все равно подойду где он ну ладно выходим так да он уже здесь 56 62 вообще никого не фунгануть я думаю что он мне тут только надо закидывать грунт коми гренадер должен отсюда достать надо вот этого дальнего сначала шатать может там камера снимется легко и по нему мы уже можем стрелять лично камер правда ни черта не сняли так думаем о лиммингах пытаемся добить получить опыт молодец агава получит повышение значит здесь повышение есть повышение есть повышение есть последний остался без лава лапа и он находится вот прям потом подо мной я бы его ранил на самом деле чтобы этот щегол да давайте закинем гренг блин ну чтоб красный туман работал на меня но он не работает он не работает на меня к сожалению смотрим как он себя будет вести он щебечет и отстреливается хорошо так я его в принципе тут казалось бы даже фланговал бы но нет уже иду сколько 58 так кстати будет значительно лучше это фланг же 57 сейчас так но в любом случае мы его можем убить надо просто попробовать это сделать человеком наименее опытным я понимаю что вероятность низкая зато я могу сказать что я попытался по крайней мере пытаемся удобить не важно уже кем да ладно одну клетку прошел там аутсайдер вышел ох и все это минус лемминг скорее всего будет вот это повезло мне но это минус лемминг как бы просто надо лишь молиться чтобы меня не сокращаем джом пожалуйста не надо нет одна клетка одна клетка цена ошибки одна клетка все минус и это не фланг да ты что хорошо хоть четыре хита сняли 27 процентов и офигею дорогая редакция сокращать непонятно только как удерживаю позицию да вы что охренеть он попадает он пока не мажет у меня он в меня не мажет я знаю ранение и смерть Ну, для сравнения, я не терял бойцов, например, до дредноута включительно. То есть это нормальный тип прохождения. Одна клетка. То есть одна клетка... Я, короче, его спулил исключительно из-за того, что для того, чтобы пострелять по человеку, я из фулл кавера должен выйти на одну клетку. И все, я спулил его. Жуть. Да, Штраф, привет. Так, короче, мы ждем, когда генератор доделается. Нам деньги в любом случае на прицелы нужны будут какое-то количество. Аргентины летают. Так, а сейчас по-хорошему нужно бахнуть лабу, по крайней мере. Ай, брат, компьютер не нужны пока. Лерий пока тоже не... Нет, подождите, Лерий на лазерное оружие, кажется, нужен будет. Запроса на трупы пока не будет. Но 200 голды, мне реально 200 голды еще надо где-то надыбить. Не, лаба нужна. Лаба нужна. Послушайте, если вы не дадите мне в помощь еще нескольких ученых... Я не помню лазерное оружие, но... И сплавы, и фрагменты... Короче, нам на сплав сливаем, потому что он точно на лазерный не нужен. И все, уже хватает. Ставим лабу первую нашу. За десяточку, за 10 баксов думал покопать. Надо все-таки трупик сектоида сдать и выделить средства на копание. В Канаде очень много активности в нашем домашнем регионе. Это плохо, потому что... Ну, мы гасанем, конечно, спутниками, неплохо. Япония, скорее всего, выйдет. Так. Аргентина не страшна. То есть... Неприятна. Вообще-то классный регион. Аргентина, Бразилия, очень классный регион. Два спутника всего лишь. Бонус, который стабильный. То есть по электроэнергии. Ну, хорошо, по крайней мере, не азиатский регион. Но можно играть тогда по-крупному. Типа, закрывать Азию, закрывать полностью Европу. То есть все-таки ценность бонуса скорее идет азиатский, европейский. Ну, после североамериканского. Азиатский, европейский. Дальше же остальное. Один регион в любом случае выходит. Это... Это высоко разведчик. Блин, у меня 2-6 дней, я могу его не сбить вообще. Да, Калибра, там челлендж. Надо справиться до середины июня. Так, если попадем... Не помню, как правильно делать. Выхожу из боя. Обнаружен объект. А какой у меня был перехватчик? Первый вроде. Да, есть, получилось. Атакую. Знаток игровой механики. Михаил, добрый вечер. Ну, уже не получится. Есть. Сбили, полетели. Итак. Надо качать снайпера в любом случае. Потому что нам для школы офицеров нужно звание... Не 350, а 700 экспы ему нужно набить. У нас тьма фатижных. Но на эту миссию, скорее всего... Какая там растительность? Редкая средняя. Ну, снайпер нормально должен зайти. Разведчиков пока мы, опять же, держим в запасе, получается. Можно взять тех людей, которые, типа, не докачали. 72, 3, 13. Надо раскидать роли. Чтобы понять, какой расклад. Короче, 14, 14, 70. Какие-нибудь пулеметчики уже пошли. Плотные, точные, хорошие. Хит дали. И 3 единицы меткости, к сожалению. 3, 12, 69. Это может быть даже тоже рокет или пулич, потому что 12, не 11. 3, 11. Это точно снайп. 3, 11, точно снайп. 5, 11. Ну вот эти вот тоже пулеметчики и рокет. 68, 69, 4, 12, 3, 12. Увы. Давайте делаем. Еще одного пулича. Дали хит, хорошо. И 3, 12. Из этого сделаем рокет. Хит дали тоже хорошо. О, там уже 52 тысячи на челленджи. Ничего себе. Спасибо, друзья, за поддержку. Большое спасибо. Так, в результате какой расклад. Два пулеметчика, один рокет, два снайпера. Есть еще люди, которые не получили звания. Надо им... 5, 11, 67. 5, 11, 67. 5, 11, 67. 5, 11, 67. 5, 11, 67. 5, 11, 67. Можно из него пехотинца сделать какого-нибудь. Но от пехотинцев я в угоду танков отказывался. То есть один аркаша, он как бы заменяет все. Хотя у пехотинца несколько другая роль. Если критового сделать на добивание, он прям псих. Ему как раз пофиг на... Ему нужна средняя меткость, хорошая псих. Да, давайте из этого пехотинца сделаем. Пехотинец критовик имеет цель. Ну, пехотинец через... Через палача. Потом идет агрессия, чтобы крит разогнать до бескаверного, до 80%, до макса. Потом идет ему плюс единичка еще урона. Дальше идет, скорее всего, профессиональный стрелок. Еще десяточка крит. И плюс к меткости по фулл каверу. Дальше идет еще бонус к криту. Ну и дальше либо кондишен, либо выборочное прицеливание. И этот человек топовый ДПСер. Мы вот как раз... Помните, мы с вами закончили... Ну, заканчивали на миссиях экзальты. И одна из миссий экзальты вообще была сумасшедшая. Ее вытаскивал именно... Именно пехотинец. Именно пехотинец-палач. Насколько я помню. То есть он там критовал, раздавал, просто... Просто ушатывал людей. Так что, может быть, на... Частично на роль вот немобильных, но плотных и весьма точных брать пехоту. Самые низкие требования предъявляются, повторюсь, к медикам, к инженерам. За них мы возьмемся в самую последнюю очередь. Пока нужно разобраться со снайпами, рокетами и пуличами. 31470 точно не снайпер. Соответственно, мы делаем из него, скажем... Еще одного пулеметчика. Пулеметчики... Ой, плюс 5, отлично. Пулеметчики по меткости, по ценности меткости для класса. Они топ-2 у меня. Ну, если учитывать стиль прокачки. То есть, потому что они стреляют на овере. Им нужно в определенный момент как раз приблизиться к абсолютным попаданиям. То есть, в определенный момент, когда ты выбираешь оппортуниста, когда ты выбираешь оппортуниста на третьем уровне, даешь им прицелы, выдаешь лазерное оружие, они уже начинают бить 88-90+. На овервотчах. А учитывая то, что урона с тяжелого пулемета плюс единичка, по сравнению с обычным пулеметом, плюс еще лазерное оружие стандартную единичку среднего урона прибавляет, получается, ты там уже шотаешь фейнменов с одного раза стабильно. Например. Один через час страниц. Да, я вижу, да. Мне бы его тоже качнуть и тоже качнуть в снайпа. Ну, 3.11 снайп. 5.11. Это как раз либо пехотинец второй, которых я крайне редко использую, либо снайп. Снайперы важнее пока на старте. Они универсальнее. Пехотинцев надо делать с второго материала. Плюс 6 дали меткости максимум. Шикарно. Итак, 3 снайпа, 3 разведчика. Разведчиков макс уже, все, пока хватит. Снайпера желательно добить еще одного. Ну, вот у нас готовится 3.11 снайпер. Но нам нужно еще плюс 1 пулеметчик, плюс 3 рокета. Типа из оставшихся точных. Берем уже даже средних по точности. Ну, вот один будет очень хороший. Так, у нас опять упавшие НЛО, да? Может, возьмем разведчика? Чисто, чтобы экспания предупадала. Да, давай возьмем разведчика на эту миссию. Я понимаю, что у меня нет марксманского прицела. Возможно, я ему даже выдам... Нет, по-хорошему, мне нужно на первой миссии вообще лететь всеми леммингами. То есть, вообще, чтобы... Если ты уверен, что справишься, то лучше базовые роли распределить. То есть, чтобы у тебя было не половина в званиях, а половина нубаса, а чтобы все были в званиях. Потому что первое звание — это колоссальный левелап. Единственное, о чем нужно думать, это о прокачке ради школы офицеров. Потому что чем раньше ты поставишь школу офицеров, а скорость ее строительства зависит от того, как быстро ты получишь третье звание, то есть нужно человека качать, тем раньше ты сможешь брать на миссию не 6, а 7 человек. То есть ты увеличиваешь скорость... Ну, роустер и скорость прокачки увеличиваешь. Поэтому, собственно, я и беру сейчас снайпера с собой и думаю, брать ли разведчика или не брать. За то, чтобы брать разведчика, это он быстрее получит инвиз. Хамблбри, привет, да. Ну, да, у нас возврат к цичому тяжелый, капец, конечно. Может, даже ему выдать реальный пистолет-пулемет для мобильности. Может, марксминской винтовки проку особо нет. Все, ладно. Дальше мы набираем еще леммингов. И если мы отталкиваемся от того, что последний нумбас у нас станет четвертым снайпером, то надо разобрать сейчас оставшихся... А он точно снайпером станет. Разобрать оставшихся более-менее точных. Максимальная точность у оставшихся это 67. Таких людей я вижу трех. По маневренности 4.13 подходит. Блин, экском заставляет, конечно, тебя... 3.12, 3... 13 нормально все. Или 4.13 там было. 4.12 нормально, да. Все, вот это вот будущие пулеметчики слэш-рокет. Типа 1-2 пулича. 1-2 рокета. Так, посмотрим по раскладу. Скорее всего, сделаем 3-3 пока. То есть 3 пулеметчики, 3 ракетчика. Потому что каждого нужно на миссию, по крайней мере, одного брать. В идеале нужно прийти к тому, что в 6 человек у нас должно укладываться по одной роли следующего содержания. Гарантированно 1 инж, гарантированно 1 пулич. 1 рокет. Вот, рокет уже под сомнением. Потому что если на мелкие миссии, то рокета можно и не брать. Рокет нужен для крауд-контроля. Для контроля толпы, так называемого. Он хорошо заходит на миссиях экзальта. Он хорошо заходит на потенциальных засадах. Ну или на картах контактных. На картах маленьких, где ты не можешь контролировать скорость поступления вражеских паков, так скажем. Вот, когда нужно внести много дамага и сразу, помогают как раз ракетчики и инженер. Но инженер в этом плане гораздо более универсальный, потому что он еще кавры рушит. И попадает стабильным. Блин, как много всего, а? Хорошо, лазерный прицел. Инжа я не беру. Нужно озаботиться, чтобы были гранаты у нас. Поэтому прицел обычный. Поэтому броньку ставим. Желательно бы еще одну аптеку взять. Поехали. Это у нас сбитое НЛО. Также три мелких пака сектоидов. И аутсайдер. Как мы будем убивать аутсайдера? Вопрос. Где дробаши мейн? Поехали. По-хорошему, конечно, на такую миссию уже надо брать инженера с перком Сапер. Но у меня единственный инженер, который... Мексики, срочно нужна наша помощь. Забейте, нет у меня инженера. Доктор Дайк, привет. Корабль упал в безлюдном районе недалеко от... Центр, я рейнджер. В районе крушения противник не обнаружен. Место хорошее. Если это не маршрутка, но это не маршрутка. Потому что, во-первых, мы сбили корабль. Во-вторых, не время для маршруток. В любом случае, я сначала беру разведчика. Вижу, впереди пак. Пак дает мне... Так скажем, инфу, что надо снайпа поставить. Блин. Ладно. Да не очень мне нравится позиция снайпера. Но, видимо, его просто надо отвезти. Я не хочу его за кавер ставить рядом с остальными... Дроиды? Мы слышим дроидов. Я, пожалуй, сразу закину сканчик. Нет. Давай-ка лучше подойдешь все-таки. После этого кидаешь скан куда-то туда. Там открытое пространство. Снайпер должен работать. Просто я не хотел с той позиции сканер кидать. Потому что... Опа. Три сектоида и рядом мед. И снайпер ни хрена не видит. Ну, класс. Так и видит. Ну, удачно. Надо бы до Мелда сбегать. Щебечет. До того, как разбежались, бахаем одного из них. Желательно дальнего. Лунатик готов. Ну, и как будто сразу паника. Это с чего им паниковать, правильно? Слушаюсь. Выхожу. Видел сразу, да? Так, короче, ханкер здесь. Занимаю оборону. Поняла вас. Да я не хочу просто сейчас. Пусть подтягиваются. Они знают, куда бежать. И они видят одного из моих пацанов. Могу, конечно, пси делать, но... Да ладно. Ах ты сучок. Два овера 50-50. А у них уже по 5 хп. У них халин ресерч положительный. Ещё один сапресс. Ну, ёпп, РС-Т. Снайп ни черта не видит. Классно мне сектоиды поджали. Вообще ничего не сделать. Ну, смотрите, у меня следом будет обходить фланговать этого товарища. Я, конечно, могу этого флангану попробовать. Ладно, поехали. Обостряем. Хотя бы сапресса на ОС нет. Хорош. Разведчика подкачиваем. А, все киллы надо давать разведчику. Вот ещё что. По возможности все киллы разведчику. Здесь я, скорее всего, встану просто на овер. Но здесь выцелюсь. Здесь подойду, встану на овер. То есть, он может захотеть меня обходить. Поэтому я ханкерну. Здесь овер. Если он побежит обходить, он может спаниковать, убежать просто. Да, такое бывает. Не, он просто атакует 40%. Паникующийся кто? Это опасный зверь. Страшный зверь просто. Снайп стреляет. Метки нет. Ещё десяток. Поэтому мы сильно рандомим. Гренки тратить не хочется. Он прям там засел основательно. Ё-моё. Убираем. Короче, выцеливаемся. Здесь ханкер. Давай два раза по 40. Хотя бы ранить его. Отлично. Ранение снижает... Снижает точность стрельбы. И новый пак. Три дроида. Синхронисты. Вылетают вместе. Этот под полуукрытие зачем-то идёт. И перезаряжается. Это хорошо. Шансы на попадание не очень высокие. Дроиды стоят кучно. Я бы сначала, конечно, избавился от... От сектоида, естественно. Потому что у него пушка-то поопаснее. Снайп продолжает мазать. Пробуем добить. Есть. Так, а эти товарищи у нас прицеливаются. Ключевое, конечно, это... Это попасть по дроидам. Именно попасть. Самое сложное. Да ладно, 48 уже. Ничего себе. Вот Мун попал. Я думал, меньше будет. Вот прокачал разведчику. Чувствуете, как классно? Надо было им ханкерить, конечно. Это тяжёлое ранение у разведчика. Ушатывать надо пытаться. Право. В первую очередь. Дальше работают лемминги. Собакам. Начинается икс ком у нас. Чёрт! Не может быть! Следует указу, что нужно. Больше не дёрнется. Боеприпасов нет. Хорош. Так, срочно нужно подхилять этого. По разведчикам. Желательно бы, конечно, ещё мёд успеть собрать. Но разведчик на месяц у меня просто уходит. Перезарядки, перезарядки. Не имеет смысла сейчас бежать за меммелдом, потому что мы можем спулить, например, третий пак. Я вот так вот без кавера встаю, улыбаюсь. Так, один меммелд протух. Да, там есть ещё третий пак. Ещё есть третий пак. Так что решение было правильное. Сектоиды прям по курсу. Выходят сразу. Два овера низковероятных. Три сектоида. Два промаха. Блин, это сектоиды, сектоиды, сектоиды. Меня уже... Ну, не то чтобы унижают, но они как бы показывают, что не расслабляется, Михаил. Да, цель не поражена. Так, разведчик сразу назад. Полуукрытие мне эти не очень нравятся. Это был снайпом вытелётся. ГГТАУ, привет. Блин, там уже бафы по 7 хитов. Спасибо, Карандаш, за пополнение челленджа. Ещё на косарике. Е-е-ей. Спасибо. Отлично. Это Чегол. Передумал. Он вышел, увидел, что впереди каверов нет. Типа, я решил... Может, из-за ранения решил так. Там один есть с этим... Ладно. Я, по крайней мере, прицелюсь. Почередую перезарядки с овервочем. И буду ждать. Давай, выходи под лучшую звук. 40-49. Есть. Люблю овервоча, блин. Ну, люблю, не могу. Блин, фул кавер. Ладно, не зря прицеливался. Давай, снайп, работаем. Хорошо. Но остальным попасть, это такая прямо проблема. Повеселимся. Готовность номер один. Я на позиции. Посмотрим, как он. Нормально он. Да не хотел я тратить. Не хотел сокращать. Потому что там, скорее всего, на овервоче третий стоит. Будет стать еще одно ранение у Лемминга. Вон он. Сапресс. О, на месяц языковой забай меня, пожалуйста. Я просто не могу сдержаться от подсказок. Подсказок? Ты проходил XCOM вонгор. Так, снимаем сапресс. Хорошо. Сапресс сняли. Или ты один из экспертов, которые стримчики смотрели? Блин, надо сократить. Пробуем пробить после прицели ума. Не удается. Хорошо, и кинг получает повышение. Это точно последний пак. Не знаю, зачем я сделал овер. У нас серьезные проблемы. У нас раненый разведчик. Но они там, по крайней мере, в ротации. Три человека. Раненый Лемминг. Ну и помните, что есть еще у нас один труп. К сожалению. Сейчас надо штурмануть правильным образом аутсайдера. Да, мэлт явно протух уже. Слушаюсь. Слушаюсь. Принято. Рестарк говорит, я перестал играть, когда базу экзаль штурмовал, убили четырех топов, но и как бы играть уже смысла не было. Да, в игре говорят несколько таких рубиконовских, ну, в смысле моментов переходных, да, которые, во-первых, сложно вслепую пройти. Ну, типа как миссия с Анькой. Скриптовая миссия, которая, если ты первый раз приезжаешь, то, скорее всего, ты зафейлишь, даже если подошел к этому моменту с очень хорошим составом, уверенным в собственных силах, просто потому, что нужно знать, что от миссии, чего от миссии ждать. Штурм базы экзальта, он, насколько я понимаю, тоже отличается от ваниловского штурма, потому что, когда мы проходили не Лонгвор, а просто Терминатор этот, то экзальт брался изи просто. То есть ты приходил, и этих нубасов всех расстреливал. Там было человек, наверное, 20-25. Что это было? Вот. Но тут же экзальт прогрессирует. Там у них по 20 жизней под конец. Пушки неплохие, генные модификации. То есть они прям такие, серьезные очень. Датчик движения идет, знать будет. И снайп-ап придумать, куда проводить, скорее всего, налево, потому что мы там очень много можем всего прострелить. Сейчас посмотрим, в какой части тарелки находится аутсайдер. Это важно при... Он прям перед нами, прям за этой стенкой. Я пошла. Близко. Да, где-то в четырех клетках здесь. Хорошо, что я снайпером не на полный ход тогда сходил. Что в теории я мог даже его заметить. Поехали. Так, у меня вторая аптечка же есть еще. Кажется, у меня вторая аптечка есть, надо ее использовать. У снайпера вторая аптека. Выполняем. Надо все равно ее использовать. Так называемая страховочная аптечка, которая дается не медику на случай, если все плохо. Соло PUBG в трауре говорит, грим, меня продали за 50к. Да дело не только в деньгах. Дело в том, что я собирался, мне нужен был просто какой-то импульс для того, чтобы начать эту эпопею по Икскому. Во-первых, я после после того, как не справился в прошлый раз хотел пройти его. То есть там еще челленджи висят. Вот. Но учитывая, повторюсь, что на эту серию нужно, как правило, очень много времени. Это прям реально Эпопея. Я долгое время не собирался с силами. Я не уверен, что готов сейчас. Как Агритс? Вопрос. Агритс, право надо. И снайпер говорит тебе не прав, ты был, Миша. Агрит надо было слева. Триндец. Варианты. Сколько гренок? Две гренки. В принципе, мы может даже и сможем пробить. Дым есть. А, ну поехали, короче. Пробуем снять стенку. Это ключевое. Сапера нет, инженера нет. Но эта стенка такая, снимабельная. Надо, чтобы повезло на рандомном уроне. Не повезло на рандомном уроне. Соответственно, у нас проблемы. Скорее всего, надо через дым при этом проводить снайпера во фланг. есть. Выполняю. Сдробаша, сколько я сниму. у тебя run and gun нет, какая разница. Собака. А ты его видишь? Ты его видишь с общим видом. 50% беда. Да, я вот думаю, разведчик-то точно у нас остается. Это он может на помощь к... Не-не-не, давай не будем рисковать. Давай его тоже поближе подведем. Этого тоже поближе подведем и кидаем дым на этих всех. То есть снайпера он не видит, он видит людей впереди, он немножко подраненный, вероятность попасть где-то процентов 20 у него должна быть. Бой готов, блин. Так, у меня есть разведчик, молниеносные все дела, и, наверное, это единственный способ его тут по-сейфовому убить. Я прорываюсь с разведчиком прямо к нему. Молниеносный 5 процентов. Спасибо! И шатаем. 6 урона обрез. Изи. Ладно. Главное, никого не потеряли. Блин. Мед не собрали, тем не менее. Левелапы все, естественно, получили, потому что это тарелка. Ну, кроме Муны, которая уже и раненее на 20 дней. Всправляем борткомпьютеры. Сплавы Лерии нужно попридержать до исследования, тем более, через 6 дней уже будет готово. По казарме, друзья, по казарме у нас есть левелапы. 3.13.72. Я хотел из него сделать, типа, кого-то точного, да? Либо пулич четвертый, либо рокет второй. Сейчас внимательно подумать над левелапами. 3.13.67. Это, ну, типа, тоже рокет какой-нибудь там. Не важно, давайте рокеты сделаем. Не, надо пулич делать из того точного. Потому что с нормальной мобильностью и точностью это топовый оставшийся. Понятно, что у него проблемы со здоровьем. Так, фатижный снайпер, но левелап. Я остановился на том, что стрельба по летающим целям выходила стабильнее в плане урона, чем одинокий волк. С одной стороны, конечно, хорошо, что у тебя еще критулечка разгоняется на десятку, но на миссиях, где два снайпера, таких сложных миссий довольно много. Особенно на миссиях контактных полезнее все-таки меткий глаз. Потому что, ну, банально, некоторое время не работает одинокий волк, и он дает меньше меткости по стрельбе по летающим целям. А так, по дроидам, по летунам, особенно летуны, когда они в прокачке пойдут, у них по Элен Ресерче появится хорошее уклонение, еще новые типы летунов, там по ним просто очень сложно. По ним сложно попасть будет, даже с таким перком. Добрый вечер, Хелка, привет! Привет! Обещаю через неделю эту тему, ну, то есть, я... Ладно, неважно. Короче, делаем из 313 пулеметчика. Это будет последний у нас четвертый пулич. Но этот чертяга будет одним из самых точных. Или это четвертый снайп? Нет, снайп у нас 11 без маневренности, это точно пулеметчик. Все решено. Плюс 3 и плюс хит дали, отлично. Так, есть 312, 412, это как раз рокеты, да, оставшиеся. Типа, более-менее точные, но уже не такие точные, как хотелось бы. Третий, четвертый рокет вписывается очень хорошо. 312, 412, 67 на овервочи. Рокеты зайти должны. Блин, классная, конечно, фаза, это распределение ролей, потому что она формирует, то есть у тебя есть какой-то опыт, какая-то практика, и ты пытаешься сформировать команду, которая, ну вот именно вот уже на этом этапе ты пытаешься сформировать из рандомных людей какую-то уже несколько сквадов каких-то. Все это, конечно, тлен, мы все умрем, скорее всего. Места есть? мест нет, вы что? Блин, точности не дали рокетам вообще нисколько. Итак, у нас три, но будет четвертый снайпер, это пока закрываем четыре состава, троечка разведчиков пока хватит, четыре, четыре пока хватит. Все, настало время для инженеров. Инженеров и медиков. Как раз вот отребие неточное остается. Блин, мне же еще штурмаж нужен на экзальт. И на первый террор же мне нужен штурмаж. Блин. Сколько нужно штурмашей? Трое. Ой, Миша, Миша. Сейчас будем выбирать. Черт. Ладно, значит, у нас по постройке спутниковый модуль 9 дней успеваем. Лаборатория делается, земляные работы делаются, лифт пока не строим. Спутники заказа на 16 дней будут готовы. Видите, какая разница, в 7 дней. Но мы успеваем до сообщения и совета. Самое главное, что бонусы получим, деньги получим. Ждем, когда доделается вооружение пришельцев. Нам нужно, по крайней мере, взять минимум один марксманский прицел для более надежной прокачки разведчиков и желательно один-два обычных прицела для плюс 10 для хотя бы снайпера или пулеметчика. Косматос возвращается. Ворон, бой готов. Там еще один, кажется, ворон. 4-4 дня два ворона. Выемка грунта завершена. Ну, по сути, нам нужно уже копить на школу офицеров по идее взять в следующую миссию топового фатижного снайпера. не фатижного, а именно снайпера. Вот один день пройдет, мы его обязательно берем. Более того, надо убедиться в том, что этот товарищ настреляет себе на левелап. То есть, ему, скорее всего, соточку накинут за саму миссию на старте. Сразу же дадут соточку. Еще сколько-то дают за выполнение миссии убийства аутсайдер. Не знаю, сколько, кстати, эксперты подскажите, чтобы я не оверкилил там нисколько. То ли 20, то ли 30 дают. Вот, то есть, он должен настрелять себе на 700 экспы, чтобы я спокойно сделал школу офицеров, чтобы я спокойно сделал этот, расширил состав. Под расширение состава мне, конечно, элемингов нужно прокачать. То есть, тут две задачи, они немножко друг другу мешают. Так, вооружение пришельцев. Да, возвращаются фатижные, раненые. вороны возвращаются. Отлично. Ну, первый месяц разгрузочный. Новое исследование лазерное оружие. Делаем, естественно. Вот он марксманский, вот он обычный прицел. Лазерной технологии не сделать, потому что нет фрагментов оружия. Все. Ксенобиология делаем. По некоторым данным, ксенобиология даже профитнее, чем лазерка, потому что у тебя появляются раньше заказы на трупы, и ты через там два месяца нагоняешь по динамике исследования. Ну, то есть, возможно, ксенобиология это выход. Мне необходимо, во-первых, посмотреть, сколько требуется на исследовании лазерного оружия 10 сплавов и 40 фрагментов. 10 сплавов и 40 фрагментов. То есть, эллерий мы можем сдавать. Там мне сейчас нужно просто денежку на пару прицелов. Они дорогие же. По 70. Марксманский 30. Обычно 70 стоит. Брать ли второй прицел? Наверное, нет, потому что школа офицеров потребует еще. О, вы есть спецназ. Снижение паники, два инжена града. Представитель совета во Франции, да. Берем топового снайпа. По-хорошему, по-хорошему, вместе с снайпером и разведчиком на прокачку я должен взять сюда четырех леммингов. Причем, косых леммингов. Ладно, тут один на четвертого снайпер, 70 мы его берем, он нормально постреляет. Но все остальные, господи, какие же они не очень. Но учитывая то, что эта миссия скриптовая, а снайпер у нас с меткостью 80. лейкзинская сетка отмена, лейкзинская сетка отмена, лейкзинская сетка отмена. Ладно, хорошо. Давай, давай, думай. Давай, думай. Кто тебе нужен? Мы с вами собрали почти весь основной костяк, не считая медиков и инженеров, и штурмовика, и пехотинца. Отлично, Михаил, ты половину только собрал. Но зато основу, то есть снайп, разведчик, рокет, пулич. Нам теперь нужно определить трех людей, которые станут у нас штурмовиками. Не обязательно их качать сразу же, но просто, по крайней мере, одного нужно сделать, одного-двух нужно сделать просто под... Под миссию экзальт и террор. Даже под террор важнее, чем экзальт. Под экзальт нам нужен маневренный, типа, 14. Какой-нибудь косой, но 14 маневренный. Вот, 65, 14. Еще. 3, 14, 5, 14, 66. Ну вот, 60. Это у нас экзальт, надо просто его пометить, что это экзальт. Экзальт. Но качать ли ее сейчас с собой брать? Вообще нет, потому что экзальт появляется значительно позже, чем первый террор. И сейчас бы им... Не, нужно качать леммингов. Нужно качать леммингов. Закидывать экспу в снайпера. Разведчик... Я не знаю, у меня до сих пор прицела этого нет, марксманского, поэтому... Я что-то сомневаюсь именно конкретно в этой миссии по поводу разведчиков. Вообще надо, конечно. Берем ему датчик движения. Берем ему обычный лазерный прицел и штурмовую винтовку. Или сканер все-таки. Сканер... Может зайти. Вообще, это миссия на оверах проходится. Но для того, чтобы на оверах ее проходить, нужно по крайней мере одного пулича взять. Но это не... Хотя пулич-то чем тебе поможет. Короче. Кого надо делать? То есть в каком порядке, по крайней мере, медики могут подождать? Инжи как бы уже нужны. Штурмовики тоже. Давай, двух штурмовиков выбирай. Двух штурмовиков. Черт. Ладно. Штурмовик. Косой. Плотный. Средняя маневренность. Средне-хорошая маневренность. Плотный. Косой. Средне-хорошая. Плотный. Косой. Раз. Это штурм у нас. Террор. Пятерка нужная. 5-13-66. Слишком-слишком. 5-13-63. Вот еще один штурм. 5-14. Это уже перебор. Да 5-14 лучше сделать. Хотя и штурмовик тоже. Нормально. 5-13 это... А что по точности? Кто у нас самый косой? 59. 3-12. Блин. Псих. 41 у него пси. Зачем ты такой нужен? 3-12-59. Ни здоровья, ни маневренности, ни стрельбы. А зато я не паникую. Надо паниковать. С такими статами надо паниковать. Ты чего? Какие еще у нас тут косые люди есть? 6-60 экзальт взяли. 6-1, 5-12. 12 мало. Это больше на медика подходит. Или на инженера. И опять 13 надо брать. Вот это вот. Еще один террор. Потому что на терроре штурмовики... Ну, вообще им маневренность под... Нужна, нужна им маневренность. Как, правда, стрелять непонятно. Так, даем винтовочку. Все равно всем прицелы выдаем. Потому что тут на оверх придется брать. И гренки, 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 гренки. Возможно, даже светошум. Потому что надо как-то будет с ингменами справляться. Которые будут сверху падать. Блин, изжить им нужны медики-то. Ладно, снайпер, аптечка страховочная. Разведчик. Блин, со сканером. Со сканером, точно. Да, со сканером, точно. Раз, нубас. Два, нубас. Три, нубас. Ну и сейчас вопрос. Либо мы берем более-менее нормального типа пулича или инжа. Либо мы рискуем. Рискуем и делаем, например, еще второго инженера. Да, рискуем, делаем второго инженера. Медиков нет вообще. Представляете, что в голову приходят солдаты. Их там назначают. Они в казармах встречаются. А медики-то у нас? Медики есть? Нет медиков. Все, я штурмовик. Я гранатометчик. Ну все, приехали. Что там нашему команду? Они вообще знают, что можно лечить? Что у нас в расход просто всех пустят и все. Но реалии таковы, что медики на данном этапе, они как бы не очень нужны. Потому что ты должен проходить миссии без особых проблем. Качать нужно более сложные роли. Супер Пупо говорит. Вечер Добрича, Мандр. Привет, привет. Три ранения. Не, леммингов слишком много. Надо набирать. Надо добирать. 5, 14, 66. Вообще топчик. Можно еще, кстати, одного типа Пулича сделать. Но это уже четвертый состав. Он мне особо не нужен. Сейчас нужно именно брать вот нулевых инженеров. Инженеров, инженеров, инженеров. Один инженер. От инженера что? Косой, не очень маневренный, желательно плотный. Ну вот, 5, 12, 62. Инж. Рискуем, в общем. Кузя поддержал нас. Ничто не намекаю, если вдруг есть свободный инженер. Кузя. Кузя. Инженер. По блату исключительно, друзья. Мест нет. Просто Олега. Олегу мы должны. Так, дадим сразу гренкам. Ладно, поехали. Мы и есть спецназ. Цвета Шум. Туда-сюда поехали. Еее. Да, мы и есть спецназ. Это та самая миссия. Франция ждет нашей помощи. Петер Ван Дорн. Большая шишка из ООН. У него сопровождающие попали под обстрел. Взрывом снесло ближайший мост. Рядом замечены силы... Блин, у меня два датчика движения. Убедите, что Ван Дорн еще жив. И вытащите его оттуда, пока не нагрянули пришельцы. У нас новая задача. Приплыли. Зачем? В жизни сюда тоже блондин, как этот инженер. Нет, он не блондин. А с какой целью интересуешься? Хелка. Я в пути. Я в пути. Вижу, что ли? Инженеры на расхват. Суперпупок говорит, мест нет, но в моем сердечке всегда будет ракетничься суперпупок с девизом. Вот капу написал, я думал тебе добавить, но просто как ты написал капу, все. Не человек. Ну что, они отступили немножко. Ну совсем чуть-чуть. Два счета. Я пошла. Знаю, конечно, не факт, что здесь будет стрелять нормально, но, по крайней мере... Надо его направо уводить. Так. Ну давай. Сколько их там? Их там трое. Пулем, не пулем? Да пулем нормально все будет. Мы попали. Снайп не видит, скорее всего, никого из-за этой машины, да? Не только из-за машины, из-за того, что еще... Они в низинке там находятся. Короче, я ухожу сюда. И просто улыбаюсь. Не торопимся. Мелда нет, миссия не на время. Тухейт фига говорит. Чамандр говорит, с возвращением удачи планируется, с возвращением тетради смерти. Ну не сейчас. Я не хочу просто... Куда он подошел? Overwatch 25 всего лишь... Да ладно. Мне кажется, снайп ни одного из этих не видит. Нет, видит. Нау. 74. Отлично, работай. На! Черт, не может быть. Серьезно. 36, 36. Капец, какие же вы косые. Я могу их сейчас просто не перестрелять банально, понимаете? Конечно, надо подходить сюда. Чисто, чтобы иметь возможность гренку закинуть. Подходить сюда. 44, 44. Ладно, пробуем. Тоже двоих видит. То есть у нас ситуация очень плохая. Наши мажут. Ничего не попадает. От слова совсем. 60, 55. Ну это опасненько. Ну, ггшка. Черт. Ну что, снайпер 75. Потом 40, 50. Несколько выстрелов. Хоть мне здесь повезло. На 45 не попали враги. 35. Спасибо. Спасибо, великий рандом. Там еще Сынган дальше может быть. И лезть. Ой, как не хочется, если честно. Ладно, ближнего мы светошимим, скорее всего. Снайпа только одна цель 39%. Ну, что ж поделать. Давай. Есть. Я видел, прямо он прицелился ровненько. Значит, обойдемся без светошума, видимо, да? Попробуем так. Добрый день. 51. Или гренку, чтобы не рисковать. Давай гренку лучше. Хотя бы ранить. Вот, кавер сняли. Уже. Уже цель уязвима. Так, надо подойти, видимо, вот сюда. И уже разведчиком попробовать пострелять. Хорош. 49, 49. Нельзя подходить ближе, потому что мы можем сейчас на последнем ходу с Пулли Тингменом. Но и светошум тратить, пока резона особо нет. Я думаю, что надо подходить чуть поближе. Просто для того, чтобы иметь возможность подрашить. 49, да? Он же фланганет нас. Если мы его не заведствуем, он нас сможет флангануть. Ну, тогда вот сюда встаем. Встаем на овер. Ты пытаешься просто прострелить. 50 на 50. Хорош. Ничего не обещай. Нормально. Остается один щегол. Щебечет. И планирует свалить. 20 процентов вероятность свалить. Не получилось. Отлично. Я подхожу. Тингмен может быть уже. Но его нет. Подтягиваемся. Снайп не алло. Вы знаете, все равно мне не хочется тратить на него гренку светошумовую. Потому что впереди еще... Короче, я на овере стою. Надеюсь, пережить выстрел. Если он будет, конечно. Стреляет. 36. Столько аркады. Трындец. Снайпер опять нихрена не видит. Я отсюда тоже. Как мне его пробить вообще? Как мне его прострелить? Тут все настолько косые. Ну что, мне повезет. 22 процента. Попал. Что? 30 процентов должен убить. 22 еще разок. Ну было же в прошлый раз. 29. Ну, ребят, 22 опять. Элита. Привет, Сумиш, ты все-таки решил, снайп, как же стримпьез? Как же жизнь? Теперь ты... Что там потеряешь? Ты же теперь потеряешься. Я и так потерян. Ты чего? 39. Снайп. А, слушайте, нам же нужно снайпа кормить. Правильно ведь? У него 628 экспы. Надо... Ему еще, блин, ему 4 килла нужно. А это крайне сложно сделать. Что впереди все на оверах. Помните? Это лестница магическая. Можно попробовать снайпера на овер поставить. Почему бы, как говорится, и нет? Я, Миша, внимательно. Я, Миша, внимательно. Перезарядился. Там Фингман. Потом еще сектоиды, потом еще сектоиды. Слышите, топает. Датчик движения. Я пошел. Поехали. Вы есть спецназ? Блин. Дайте сюда. У нас новая задача. Нет. Пак спулин. Разочек стреляет. Еще дергается. Пускайтесь. Тут на всех работы хватит. Поехали. Улыбаемся, пьем чаем. Поверим. Ура, вот это контент. Говорит. Да. Привет, another man to die. Подъем. Давайте, чтобы снайпер добил. Кузя, инженер получает повышение. Найс. Мне кажется, все равно звания не хватает. Я, может быть, зря рашу. Вы есть спецназ? Давайте сюда. Работаем. Корректирую огонь. Работаем. Есть пробитие. Давай, снайп. 54%. Все для тебя. Еее. По 20 экспы, да? По 22, что ли. Было у него там 628, что ли. Короче, нужно еще 50 единиц опытом. Сынмена нельзя оставлять в покое. То есть его все равно нужно на овере брать. Тут на всех работаем. Какой все с повышением. Все готово. Все, перезарядились. Работаем. Мы можем снайпа на двух последних сектоидах прокачать, которые будут за пределами. При помощи разведчика и скана. То есть он реально может там хорошо ему подсветить. Так что снайп будет фланговать жутко. Я пошла. Всеми выдвигаемся. Поближе. Ну, кроме снайпера, естественно. Выхожу. Ему уже сейчас... Ну, ему в любом случае нужно на овере сейчас стоять, а потом выходить влево для выхода во фланг. Вы и есть спецназ? Давайте сюда! Единственный способ смотреть это GG-плеер, но через VPN. Что? Дрой Трус, я не понимаю, что... Твич и Ютуб стали отваливать. Единственный способ смотреть это GG-плеер, а что отваливается? Шок. Может провайдера сменить? Потому что что-то таких массовых жалоб не было. У нас наоборот, после некоторых оптимизаций от ледокола число проблемных резко снизилось. Ну, как резко. Она стала более таким низким стабильным. То есть без скачков. Из-за особенностей балансировки скадировщиков. Ровненький график. Так, датчик движения на всякий случай. Да, Thingman прям под нами. Ну, мы его агрим, получается. Уходим сразу же. От него... Блин, тут еще один наш. Ну, вроде нормально. То есть он нас не видит, мы его не видим. Но он человек любознательный. Опять же, лестница. Уже получил ранение. Снайпер промазан. Ну, это шанс, кстати, снайперу еще этого убить. Это ж на фулл он походил. Или он будет действовать сейчас? Нет, нормально. Хорошо. Давай, снайп. 54. Это почти 100% для тебя. В прошлый раз попал. Хорош! Школу офицеров. Отстроим. 30 XP осталось буквально. Добрать и все. Главное не торопиться, блин. Уже сколько... ... ... Мы потеряли из-за того, что я торопился. Вы есть спецназ? Сейчас снайпа выводим в левом. Выдвигаюсь. Веду. Вводим в снайп. Тут все еще яд. Та, ждем. Снайперу можно перезарядиться. И выцелиться, естественно. Прицелиться. И надо убить двух человек. Что это за звук? Спускаться, агрить будем с правой стороны. С правого подъема. Заткнем сейчас Вандорна. Потому что он реально не будет прекращать вот так вот бесить нас своими высказываниями. Последняя фраза от Дорнам. Он, как известно, большая шишка из ООН. Так, отлично. Дорна затыкаем. Я сразу закину скан. Блин, или не тратить скан. Потому что скан нам может пригодиться на последнего. Не, не буду тратить пока. Не буду, не буду. Я лучше пройду разведчиком с триггерем. Так, только надо здесь разместиться всеми, чтобы, если что, мы прикрыли. Я отплачу этим тварям за все. За каждого моего бойца. За моего отца. Штурм один. На вас идет у чужих. Готовность номер один. Слушаюсь. Понимание всем. Вот они. Блин, и оба. Черт возьми. Че мне делать? Ханкер. Ханкер. Да. Снайпер ничего не может сделать. Но тут уж ничем не поможешь. Во. Сейчас для снайпа уже, кажется, есть цель одна. Отлично. Бах. И еще один килл нужен. Еще один килл. Если бы не вы, думаю, там бы я и остался. Умный сектоид. Встал на тот же самое место. На труп буквально. Маленький такой глупенький. Такой маленький. Такой охи. То есть да. Снова бежит туда. Ну, мы поздравляем снайпера с повышением. Это уже сто процентов. Есть. И можем строить школу офицеров. Отступаем. Ясно. Начинаю движение. Так вот, теперь важный момент. Нам надо распределяться. Распределяться так, чтобы с хорошей вероятностью перекрывать самые разные зоны. Люди, которые... Диагенс поддержал нас рублей, сообщает, говорит. Добрый вечер, Чомандр. Как там с местами? Может, они есть? Да нет мест. Ну, ребята, смайлик, поставьте Диагенсу. Нету мест. Какие места? Какая тетрадка? Столько тут... Ох. Ладно, сейчас напишем. С чистого листа. Мест нет. Диагенз. Большая зада у тебя? Просто интересуюсь. Тетрадь смерти. Да. Короче, у нас по центру должны стоять люди с гренками. То есть, у которых есть возможность более-менее стабильно работать. Ну, докинуть. Потому что они же падать будут с овервочами, понимаете? С овервочами будут падать. Принято. Поэтому надо быть готовым. Поехали. Пора пробежаться. С богом. Следующий ход. Прицеливаемся снайпом и овервочем остальными. Ну и проводим. Вы и есть спецназ. Проводим его, скажем, досюда. С богом. Еще двое должны появиться. Сзади. И сразу фланг. Овервочи низковероятный. Есть. Террор получает повышение. Кстати, мне же нужно... Мне же нужно штурмовиков прокачать. Ой. Продвигаемся этим. Поверимостно. Внимание, штурм один. Сейчас на вас выйдет подразделение чужих. Ну это лестница, ребят. А, там двоих. Блин. Ну разворачиваем камеру. Нас могут травить. Так, давай-ка это самое. Лестница, конечно, это хорошо. Но надо сделать так, чтобы у нас была опция... Поняла вас. Короче, назад идем. Останется у нас один здесь в ханкере для того, чтобы... Остальные все продвигаются за полное укрытие. Дорн полностью уходит. Овер. Здесь ханкер. Овер. Овер. Они же допрыгивать могут в любом месте. А, стоят на месте. Ох. Но сначала доводим Дорна тогда, чтобы не было... Продолжаем операцию. И они там сидят. Понимаете? Сидят. Собаки. Поехали. Именно для этих целей разведчик сюда и берется. Потому что... Ну что я могу сделать? Дорн валит. О! Овервотч. И все мажет. Четыре по пятьдесят. Это же двести миллилитров. Даже больше. Учитывая еще пятьдесят восемь. И этот мажет. Ё-пэ-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. И я в кучу. Сейчас мне я туда прилетел. Двадцать пять. Давай, давай. Попади, хоть обрань. Так. Хорошо, что это был... Это был Нэнэ с кафе. Ай, блин. Этого террора надо еще прокачать. Ладно, короче, стреляю. Вдруг попадешь и бьешь. Ага. Конечно, попадешь. Ну, у нас светошум есть один. Там же еще второй меня. Он беспокоит. Пытаемся прострелить. Триндец. Сорок четыре. Да вы издеваетесь. Светошум пошел. Намазали все. Сорок четыре. Последний шанс. Есть. Одно попадание из скольки? Девяти? Десяти? Там еще один же выходит. Нет. Я пустой по патронам. Будет действовать полноценно. Снайпер пятьдесят четыре. Другой цели нет. Стреляем. Раз. Хорош. Так. Варианты. Не, ну, раш не вариант. Разбежаться за фулл кавры. А это хороший вариант. Разбежаться и перезарядиться. Потому что я не боевой в этот ход. По крайней мере убрать с полу кавра людей. Не всех удастся убрать с перезарядки. Что ж тобой делать-то, а? Наверное, всегда бежать. Ну, мы разбежались от яда потенциального. Перезарядились. И уменьшили на двадцать единиц вероятность попадания. Но он подходит сорок процентов. Есть. Живой. Живой. Все, рашим. Лангуем его. Вообще здесь нужно... Так, давай попробуем следующий моб. Мне нужно опыт получить. Ой, вот сейчас начнется, Миш. Давай ты не будешь. Вот террориста пытаться прокачать. Убьет с каритом. Значит, молодец. Не убьет, не убьет. Потому что я думал сейчас забежать первым. Единственным, кто его гарантированно флангует. Из пистолета пострелять. А потом этим 68% рандомить. Ага. Ага. А потом остальные думают. Как же эти последние три хита у него снять? Школа офицеров. Ес. Ес. Без ранений. С тремя леймингами. Получили всеми повышение. Класс. Лостик поддержал. Говорит, добрый вечер, Чамандр. Сяду на поезд. Мест нет. Нет мест. Ну, ребят, ну прекращайте. Я даже не успеваю. Лостик. Нету мест. Павел М300 рублей. Прошу принять сопротивление. Махно. Придет по им. Махно. Махно. Нет мест. Так, ну что у нас? 120 баксов. Надо сейчас школу офицеров делать. По-лю-бо-му. Блин, на школу офицеров надо бы по-хорошему делать в правом верхнем углу. Или начать все-таки с централочки. Потому что все равно мы вертикально отстраиваем. Да. Делаем школу офицеров здесь. А мастерскую уже будем делать ниже. Чик, 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 чик. Школа офицеров. 200. Класс. Наносплав. Трубчанский. Немножко сплавов. 7 дней будет делаться. Я не знаю, что он мне по повышениям. Но в следующей миссии нужно прямо 5 лиммингов брать. О, Вандорна же выдали. Так, а напомните, кто у нас там Вандорн? Ну, я понимаю, что он большая шишка из зон. А кого мы делали? Пулича, кажется, мы из него делали. Хорошего Пулича. Тяжа. 4. 13. 13. 68. И непоколебимость. Да, Пулич. Он есть Пулич. Ну что. Метки у нас делают Танчик и Разведчики. Поэтому огневая поддержка и приспособленец. Ох, плюс 5 меткости еще дали. 3, плюс 5. Выше среднего. Хорошо. 76 у него уже меткость на втором звании. Класс. Итак, у нас 5 пулеметчиков. Еще вот этот Френдли. Но он 4.13.65. Из него можно сделать кого угодно. И, скорее всего, я из него сделаю... Не знаю, кого. Так. Надо сейчас прокачать террористов этих штурмовиков. Это раз. Штурм. Дали хит. А, мне кажется, штурмовику на первом всегда хит дают. Если я правильно помню. Кузя инженер получил. И, собственно, теперь не просто называется инженером, но является им. Вот он, усталый снайпер. 3.17. Это четвертый снайп наш. Плюс 4 меткости. Чуть выше среднего. Вот он, наш топовый снайпер, который позволил нам строить школу офицеров. Точный выстрел, конечно же, 80. Плюс 4. Хорошо. Хорошо. Еще один террор. Ну что? Леммингов все еще приличное количество. Ну, сейчас нужно штамповать, собственно, инжей. И медиков с запасом. Ну, и пехотинца еще выбрать какого-нибудь хорошего. Кстати, это может быть на роль пехотинца пойдет. 4.13.65. Плотный, в меру маневренный, в средней меткости. Хотя пехотинцам, особенно с палачами, особенно критованным, особо меткости не нужна. То есть они работают по раненым целям, изначально с бонусом. Они работают, как правило, по людям без каверов. То есть у них там стопроцентная меткость. И они работают, как правило, с... Что там еще у них увеличивает? А, еще плюс 10 точности за фулл каверными, если что. Так что, может быть, и не стоит из такого делать. Можно сделать, например, пятого рокета из него. Кто такие лемминги? Лемминги — это неопытные бойцы. Была старая игрушка Lemmings. Она такая на логику платформер, где ты должен был... Она основана на мифе, что лемминги с... Это не миф, что лемминги — это животные. Но мифом является то, что они склонны к суициду, к массовому. Вот. Часто умирают, короче говоря. И именно поэтому леммингами мы называем людей, которые вот, ну... Ну, нубасы. Вот. И они... Обычно френдли был медиком, если не путаю. Да, у него статусы такие средненькие, но на самом деле, по сравнению с оставшимися людьми, он весьма и весьма точный. То есть у него 65, извините. 64, 61, 65, 66. Окей. 61, 64, 66, 66. Ну, короче, там... Он выше среднего из оставшихся. Поэтому его лучше, конечно, сделать кем-нибудь нормальным. Потому что, ну... Ну, посмотрим, короче. Он крепкий середнячок. Денег нет. Спутниковый модуль скоро. БМПшка через 5 дней. Фатижные пацаны. Неделя до... До школы офицеров. Нам нужно еще на миссии прокачать леммингов как можно больше. До школы офицеров. Маленький разведчик. Вот мой шанс. Давайте сразу опытный он. Я его всегда инжем делал. Ну, зачем меткость такая, инжем? Ну, из него, в принципе, можно кого угодно. То есть он с натяжкой и тот, и тот, и тот. Надо передохнуть. Обнаружен объект. Ай, да я. Ой! Вижу противника. Че так долго мы преследовали? Давай, добивай. Добивай, ну. Добивай. Добивай. Хорош. Так, ну это та самая миссия. Густая растительность, правда. На которой я бы максимально, максимально взял был на прокачку людей. То есть это штурм экзальт? Нет, рано. Рано, рано, рано. Экзальт, рано. Давайте перерыв. Я две чашки чая выпил. Сейчас такие миссии пойдут. Привет, СКЕ. Всем добрый вечер, друзья. У нас... У нас новый... Новый марафон, новый челлендж. Сколько у нас там уже? 53 152 рубля. С ума сойти. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Когда у нас будет прицел готов, кстати? Ой, долго еще до марксманского прицела. То есть, смотрите, я, скорее всего, у нас школа офицеров сделается... Ну, может быть, будет какая-то миссия еще, но не факт. То есть, нам нужно сделать так, чтобы у нас было 40 повышений к тому моменту, когда достроится школа офицеров, для того, чтобы тут же увеличить состав до 7. Поэтому желательно именно сейчас уже добить. Добить. Я предлагаю идти от обратного. Выбрать наиболее никчемных людей и определить их на роль медиков. Никчемность человека, с нашей точки зрения, определяется его меткостью. Ну, для медика она вообще не критична. То есть, мы отталкиваемся от, в первую очередь... Нам нужны косые, но плотные. Почти такие же, как штурмаши, да? 5-12-61. Лариса Орлова. Лариса уже подходит. Мы ее берем. Лариса... Медик. Не факт, что я сейчас с ними пойду. Я просто хочу определить, кого мне брать на какие роли. То есть, от обратного. А то обычно бывает, что ты сверху идешь, потом как кого-то берешь, а выясняется, что у тебя там... Ну, ты рано, например, перешел к ролям, которые нуждаются... Ну, которые не нуждаются в меткости. То есть, ты, например, сделал недостаточное количество там снайперов, пулеметчиков, рокетов или еще кого-то. Вот. Поэтому давайте со дна просто добывать людей. 3-12-59. Ну, с такими показателями я бы сразу человека уволил, потому что... Ну, потому что это позорище. Даже не хочется медика из такого делать. 5-12. Стоп, Лариса Орлова. Может, только что тебя... Ладно, Ларису не сразу. Короче, мы не Ларису. О, Серег, привет. Привет, Миша. Пишет, резко даже спать расхотелось. Так держать команду. Спасибо. Блин, это надо благодарить доктора Н1, ДРН1, который, собственно, сегодня... Иначе стал инициатором этого челленджа. Ну, 4-13-65, это очень не медик. Наверное, 3-13. Хочется сразу увольнять. 4-11. Блин, 3-13. Сколько 3-13, а? Мне не нравятся эти люди. Мне не нравится вот от такого обратного играть. Они какие-то совсем не очень. Хотя, типа, положительная защита может сыграть, что ее реже будет атаковать, в принципе. Но маневренность 12 на медике, это... Ладно, давайте вот этот медик еще, потому что защита реально пятерочка, это хорошо. Я забыл обращать внимание именно на показатели защиты, потому что... Защита 0. Потому что при прочих равных олени смотрят на защиту. Ну, то есть на шанс попасть. Если вы более-менее рядышком стоите, то у вас показатели... Ну, с одинаковыми каверами, там, под дымами, то показатели защиты вот этого он очень может зарешать. 3-12-5. Ну, ладно, давайте тогда 4-х медиков таких сделаем странных. Это наши 4 медика, которых мы сразу убираем, но, как бы, закрыли. Закрыли вопрос с медиками, хотя бы базовым. Нужна парочка инжей. Инженерам также предъявляются несерьезные требования по... А, слушайте, вообще... Вообще же у нас инжи каждый ход хит получают. Их можно с тройки брать как раз. А медиков брать поплотнее. Сейчас я всех медиков в инженера. Все, понеслась. Да, в этом есть логика. В этом есть логика. Сейчас... Таблички просто меняю на людях. Они не понимают, что происходит. Все, значит, это инж. Это инж. Ну, логика следующая. Инженер на рандоме с 70% вероятностью с каждым левелапом получает единицу здоровья. То есть ему вот эти вот разницы в 1-2 хита на старте она сглаживается довольно быстро. Вот. А медик, он ближе к стандартным. То есть там процентов 40, что ему выпадет хитпоинт. Поэтому как раз из инженеров лучше лучше брать таких вот без... И без хп, и без точности. А медикам изначально лучше брать... Блин, ну зачем? Зачем? Зачем 5-12? Это же точно медик. Я вот этого медика оставил. Блин, что за кустик? Так, это точно инж, а это точно медик. Все. На девочке уже третий раз меняют название. Ребята, нормально все. Нормально. Много цифр, я путаюсь. Так, хорошо. И мы сразу берем парочку инженеров на прокачку. Правильно? Правильно, правильно. А что такой точный инженер? 66. Кто тебя взял вообще? 3-12-66. Это будет у нас пехотинец, кстати. Но потом. Берем второго инженера. Сразу экипируем. Меткость не очень. Но зато хорошо. Медикам же при повышении дают плюс 1 к скорости. Тогда более быстро их брать. Заодно можно сказать... Да, да, может быть. Может быть. Вот еще один медик. Эти мобильность 11 это как бы не очень хорошо для медиков все равно. Так, ладно. Допустим, у нас есть 2 инжа. Да, 2 инжа у нас есть. 2 инжа леймингов мы качаем до минимума 4. Конечно, инженеров нужно делать с запасом. Потому что это одни из самых универсальных вообще бойцов. Кого мы возьмем еще? Может быть, пора медиков делать. Ну, то есть реально пора их брать и и качать уже сейчас. Потому что базы уже все вроде есть. А давайте возьмем 2 инженеров. На этом задании причем они все получат гарантированный левелап. То есть просто пройти даже не обязательно никого убивать. Халява, сэр. Медик, как водится, с дымовой гранатой и с этами. Но этим 4 нубасам нужен хотя бы один нормальный человек. Инженер бы очень сильно помог. Особенно для... Ну, хотя он не сапер. Но он все равно был помог. Вандорна можно начать качать. Точнее, продолжить качать. Нет, есть еще опция взять еще 5-го лемминга и взять всего одного, например, инжа. Вполне себе нормальная тема. На такой стадии игры-то норм. Опять 5 хп? У кого там? У медика 5 хп, это нормально. У инженера 3 норм, у инженера 5. Так, Гольф, он говорит, будем делать одного точного медика на экзальт-миссии. Бойцов туда мало летает, приказ точно нужен. А я не думаю, что я буду приказы на медиков делать. Возможно, я инженеров сделаю офицерами. Посмотрим еще, короче. Так, инженер мне нужен. Еще один инженер. И инженер косой. Вот, хороший инженер. Уснащение гранаты. Так, инженер, инженер, медик, медик. Нормальный инженер. И кто будет у нас шестым? Либо мы добавляем нормального пацана. Так становится проще пройти. Либо мы добавляем все-таки еще одного лемминга. Так мы увеличим вероятность получения нужного количества званий. Берем лемминга, короче. Кого? Штурм-экзальт-раны. Пехотинца точного. Ну как бы после этой миссии у нас будет уже пара медиков, 4 инженеров. То есть и всех всех людей по четверо из основного состава. То есть в принципе можно даже пехотинца взять. Нормальный, точный как раз стрелок. Дадим ему прицел. Дадим ему пожелаем ему удачи. Гранату даем. То есть инженер с гранатами помогает с экзальтом снимает там каверы если что. У них в принципе гранат завались. Светошум есть. Я бы дал еще один меткомплект. Светошума одного хватит. Эти косые даже прицел давать не хочется, вы знаете. Но это неправильная логика. Если человек косой, ему как раз прицел хоть немножко но может помочь. Хотя нет. На самом деле, на самом деле если мы говорим, что есть абсолютная меткость, соточка, да, то каждый, если мы берем человека с меткостью условно говоря 80 и 75, то человек с меткостью 80 прицел лучше. Потому что он относительно соточки увеличивает меткость эффективнее. Ну то есть он чаще будет банально попадать, чем если бы мы дали прицел менее точному. Именно поэтому прицелы даются товарищам точным. Снайперам, пулеметчикам, пехотинцам, если они качаются через... Короче, учитывая то, что у нас с вами есть инженер с гранатами, можно не жестить с гранатами и отдать прицелы нормальные кому-то. Такая вот логика. Нормальная логика? Нормальная логика. Гольфман подъезжает... А, нет, это уже было, да. Поехали. Короче, один инженер и пять нубасов летят на эту миссию. Карта открытая. Я не знаю, почему я снайпа не взял. Блин. Надо было описание прочитать. Вон она так себе по поводу открытости. И я пришел без датчика движения. Класс. Нормальное начало. Остается полагаться только на слух. Слышу дроидов. Вообще, сейчас лучше было не подходить, потому что ну, дальше, чем обычно. Потому что только сейчас у нас звук идет, и мы только сейчас узнаем, где противники. Близко, по шагам прямо здесь. Прямо на мне, прямо на мне. Тарелка с правым. Ладно, давай агрим. Они прямо за мной, но не согрили. Мне кажется, или я довольно резво двигаюсь. Да ну, ерунда какая. движусь на позицию. И тишина. Ясно. Ясно. Ладно, подходите. Я в пути. Они стоят. А нет, они дальше. Они двигаются. Опа. Блин, почему их не вижу? По шагам они прямо здесь. Мелт не собираем. Идусь на позицию. Слушаюсь. Выхожу. Бегу. Не хочется к тарелке подходить, пока мы ни одного пока не ушатали. Тарелка жужжа там. Сделай. Ладно, смотрим. Смотрим, мы не видим ничем. Иду. Ясно. За поугнетающим. Они уже в тарелке. По идее, должны сейчас на меня прямо выходить. То есть у них все-таки есть маршруты, в котором они двигаются. Поэтому я сейчас два хода подожду. Думаю, что вот они как раз с севера отсюда и выйдут вот так вот где-то. Давай, давай. Мишке не очень нужен мёд, учитывая пять леммингов. Мелк протух, а я сижу на Овере. Они все не идут. Мне еще сдерживает то, что впереди нет нормальных укрытий. Кажется, мы здесь не одни. Кажется, они начали возвращаться. Разберемся. Вас поняла. Поехали. Есть. Выдвигаюсь. Выдвигаюсь. В теории, должны выйти вот на этих товарищей, на меня здесь. Но на практике что-то не торопятся они. Ни сканы, ни датчика, это, конечно, косяк. Там уже тарелки. Вот они вылетают. Это не те. Это не те. Это вообще дроиды. Ответный огонь. Три по 25, блин. Но два раза попали. Еще два раза. Три раза. Минус один. Инженер получает повышение. Ай, молодцы. Ай, молодцы. Горжусь. Так, три дрона. Там пак по четыре человека. Надо пытаться пробить. По крайней мере, теми, кто с нормальными укрытиями находится. Хотя 33% меня смущает, блин. Может быть, лучше повыцеливаться было бы. Да, я назад отступлю. Этими тоже, чтобы не фланганули. Прицеливаемся, прицеливаемся, прицеливаемся. Летающие цели стандартно, минус 15 точности и все. И... 43 уже. Фух. Риск. Еще один. Флангует. Окей. Так, тут после точности 54 уже работаем. Медик получает повышение. Здесь явно нужно отступать. Здесь тоже прицеливаемся. Здесь опять прицеливаемся. Здесь ханкер лучше. Прицеливаемся. перезарядка или прицеливаемся. Перезарядка. Там еще два дрона. Вот один. Но у них на рейнже, конечно, точность вообще никакая, поэтому... Такой вот кайт. Да, уже фланг. Так, 47% стреляем. Хорошо. Надо подсократить наверное сюда. Да, под него прям и пытаться убить. Ну, так вероятность возрастает сильно. Хорошо. На повышение особо не смотрим. То есть повысились хорошо, не повысились ничего страшного. Потому что повторюсь, здесь 55% стреляем. Это было прицеливание. Хорошо. Этот целится уже, который ход, а все без толку. Нормально, нормально. Аккуратненько, аккуратненько. Дроида, они чем опасны? Залетят во фланг из-за того, что они бронированные летающие. Что? Какой? 57? Вы чего? Наконец-то стреляет пехотинец, 60 меткостей. Залет. Ну, это не ранение, но это контузия со всеми вытекающими. Не знаю, делать ли снимать контузию лечением, потому что аптечка-то у меня всего одна. А, нет, у меня две аптечки. Ха! Извините. Ха! Поэтому контузию снимаем. Мне нужны люди нормальные, то есть хотя бы стреляющие, бегающие более-менее. Вот, потому что ошибка сейчас, нельзя было на эту точку подходить. Учитывая размер паков, скорее всего, там 4 сектоида, выходят сектоиды, 30-45 промах и попадание сразу же минус 1. Минус! Как сказал бы, один известный стример на ютубе, правда. 47. Тут угол неплохой, на самом деле. Если бы можно было... двигаюсь на позицию. Да. Короче, я на оверы ловлю их. Ну, не хочу. Вот, вот честно, не хочу сейчас перестреливаться. Слишком высокий рандом. Серьезно? координаты получены. Здесь овер, 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 тут овер, тут отступил и овер. Все, улыбаемся, пусть идут. Лучше вот так, чем... по точности одно и то же, что ты штрафуешься 25 по оверу, что ты стреляешь по полукаверу. Как бы... Еще два по 40-50. Ну, слава тебе, господин. И попал из шести выставов только один, понимаете? С 50% невероятностью. Там еще, пак будет. Хотя уже что-то нормально, прилично людей. Но я просто слышал шаги, как будто еще пак. Лангуем. Хорошо. Блин, чутенько разбираемся, пока. не хочется сглазить. Сейчас мы послушаем, есть ли еще пак. Да, есть еще пак. Блин, не послышалось в прошлый раз. Эти мрашек назад куда-нибудь. непонятно куда, потому что здесь укрытия нет никаких. Видимо, так. Но я слишком далеко от... отвожу. Вот основные группы, то есть мне по-хорошему нужно чуть сдвинуться. Ладно, сдвинуться. смотрим. Там их было трое. Один бафает другого. 46. Отличное попадание на пятерочку. один процент атака бывает. Не расстраивайся. Можно сократить гренка и забрать, но мне не хочется, потому что у меня очень много людей не в бою. Понимаете, не в бою. Моя задача поэтому вот как мне тут укрытия нет. Надо сдвинуться просто как-то координаты по-хитрому. К основной группе, так скажем. Понятно, что его сейчас подлечат на троечку. Но возможно он сейчас еще поймает какой-нибудь выстрел. Один, два. нет. Сапресс. Так, это точно последний пак. Почему я экономлю гренки, не знаю. Я понимаю. Да ладно, это тебя? Это тебя сопрессили? Грубая ошибка. Грубая ошибка от Михаила. Получай! этого надо тоже подводить сюда. это может быть овер. Тоже был риск неоправданный. Плохая здесь позиция. Чередуем перезарядки с оверами. Я, наверное, сделаю ханкер инжем. Что он на острие, его могут сейчас штурмовать. И он под полуукрыть. А, меня там кто-то обходит все-таки справа. Я понял. Тогда просто оверим. блин, они там стоят на овервочи. У меня ничего нет. Ни скана, ни датчика. Только знание, что он... Да, выходит. Хорошо. Я думаю, что все кто на этот... У самолета будет меня ждать просто. Мажем. Поэтому нужны хорошие приспособленцы. И второй где-то еще там стоит. Может быть, и дым с крылок не дать кинуть. Отлично, сняли сапресс. Курлык. Можно и пострелять тогда. Отлично. Остался последний. Он, кстати, должен вообще болеть. То есть по-хорошему мне нужно сейчас... Блин, а вот сокращать сторону тарелки такое себе. Двигаюсь на позицию. Сейчас фланг подставляю под отступающего сектоидом. Это первое. Двигаюсь к точке. И с каждым ходом рискую словить. Вайл, енот говорит, будь осторожен. По непроверенной достоверной информации соколик вступил в экзальт. Как он мог? Надо быстро одного снайпера соколом сделать, чтобы это не было правдой. А инжас надо вернуть. Уж лучше бороться с экзальтовцем плюс. А, он также будет проходить. Окей, я понял. Два овера 50-50 опять. Одно попадание уже хорошо. Курлык, курлык. И тут он понял, что это не его война. с чем отцы пробуют взять его числом. У него бедолаги, конечно, уже серьезные проблемы. он живет каким-то чудом и убегает. Ой, это очень опасный враг. Раненый сектует. И живо. О, он прям за картой хочет спрятаться. 54 почти угол, но не получается. Отсюда, может быть, угол будет. Не уверен, что я... Да, есть фланг. 64, правда. Хорошо. Все, друзья, справились с тремя паками. Стало столько не нафейлить с аутсайдером. Будем заходить через дверь. Как нормальные люди. Датчика движения нет, поэтому подходим по пол ходом. И не дальше, чем предыдущий оперативник. Перезаряжаемся в конце ходом. это да, это опасность. У нас есть инж, у нас гранат весьма много, еще у леминга инжа есть граната, поэтому мы должны его просто забомбить, зарашить. эти обезумевшие глаза новобранцев. Это ярость в перемешку со страхом. Именно это увидит аутсайдер. стройбат, по сути, они же вообще звери. О, форс, привет. Видишь, что началось. Точнее, продолжается. Что продолжается? Подойти бы еще сюда. Так, пацанам было проще штурмовать. Ага. Что же там есть? Открываем. Давай, куда же ты спрячешься? Так, мы его флангуем, по крайней мере, одним нашим. Можем сделать неплохой угол, в принципе, но здесь тоже фланг. Инженер. Блин, ну, это, конечно, такой инженер. Видите, здесь огонь, и я не могу сюда подойти, чтобы кинуть гренку. То есть, мне придется уходить вот сюда и кидать гранату, причем, скорее всего, осколочную, потому что без сапера я не разрушу этот кавер, скорее всего. Поэтому просто стремимся нанести ему урон. И все. Может, светошум оставить? Ладно, давай, 86 повезет. Огош! Все, уже есть страховочная гренка, если что, то есть, мы в любом случае его добьем. Но чтобы не портить шкуру, пробуем добить так. Хорош! Есть! Ну, чистенько базовые миссии, но я в прошлый раз так нафейлил на ней. Интересно, сколько у нас там, у нас все повышения. Во-первых, 5 леммингов пришло на эту тарелку. Сейчас мы можем попродавать их. В общем-то, в общем-то, эти вещи могут пригодиться нам как раз в школе офицеров. спутниковый модуль, ксенобиология. Ну что, раздадим звание? Ох, раздадим звание. Итак, медик у нас становится медиком, все подписано. Это первый медик. Весь, весь сквад, точнее, не сквад, а вся казарма в 40 человек, ну, в 41. вздохнуло с облегчением, наконец-то у нас появился первый медик. Не все потеряно. Следом за первым медиком в казарму зашел второй медик. Люди в шоке. Давайте попробуем их до конца, просто до конца. А где еще один? Инженер, пехотинец, инженер? А, нет, не получится. Не получится. Следующая задача, кстати, инженеров планомерно до сапера докачать как можно быстрее, потому что разница между обычным инженером и сапером, она, конечно, колоссальная. Дартлорд еще в челлендж закинул, спасибо большое. Вы можете не это самое, особо не сильно переживать, потому что вероятность выполнения челленджа я оцениваю где-то процентов на 30, учитывая то, что у меня времени где-то на 2 трая полноценно. Короче, берем первого сапера. 6 хитов, не дали, к сожалению, хит. Этого пехотинца с положительной защитой, правда, блин, еще не поздно из него кого-то сделать такого. Ну, можно еще пуличи сделать, хотя 12 маневренность, но 5 защиты. 5 защиты, 5 защиты, 5 защиты. Вообще, он должен танковать. 5 защиты для него, это даже вредно. 5 защиты. Может, пуличи сделать. И рокеты. Да ладно, процентов 70 не меньше, ага, молодец. Фотос, вот бы мне твою уверенность. Короче, можно сделать, у нас 4 инжа, 2 медика, то есть базово 4 состава уже есть, более-менее. Нет, давайте, хотел сделать критового пехотинца второго, давайте сделаем критового второго пехотинца. Дали 3 единички меткости и 1 хит всего лишь. Так себе по точности выходит пока пацан. Ну ладно. Похищение Средней Китой. Городской Жилой. Более-менее открытая карта, надо сказать. Но на эту миссию уже не стоит послать 5 лиммингов. Учитывая открытость карты, я, наверное, беру пулич сразу же. Даю ему тяжелый пулемет. Ну, потому что будет где развернуться, скорее всего. Будет где развернуться. Эксенд особо не критичен. Что там пуличем-то брал? Дыма пока медиков не было. Городской Жилой Снайп хорошо заиграет. В общем-то. Разведчики типа раны еще качать, потому что оптический прицел все еще не готов. учитывая количество народа Рокета особо брать смысла пока нет. Или уже пора приступать к прокачке. Я вот не знаю, хватит ли мне левелапов на первый этот. Где-то можно посмотреть количество повышений, которые были? Или тупо считать? Сколько у меня там капралов? Младше капралов специалистов. Не рыбак, привет! Не рыбак. Я, конечно, не рыбак, но с этой акулой явно что-то не так. Дойдем мы еще до крисолидов. крисолидов. Я бы, конечно, взялся уже за нормальный состав, то есть начал бы прокачивать пацанов из первых составов. Опять же, карта открытая, пулит, снайпер точно. Инжа, к сожалению, нет. В офицерке нет. В офицерке еще не достроилась. Мне смысл как раз в том, чтобы к моменту постройки школы офицеров, которая будет через 5 дней, мне знать есть у меня на первый апгрейд или нет. Потому что у меня школа офицеров в начале, а потом целый месяц там ничего делать не надо просто. Ну, до первого офицера это будет позже. Просто размер отряда все. Просто размер отряда, больше ничего не нужно. Средняя сложность, это дюжина врагов. Ну, надо взять первого рокета уже. Хотя жилой массив бла-бла-бла-бла, но ракетчики пора уже. Пулеч, рокет, снайпер. Блин, штурмовиков надо еще на террор качать. Штурмовики фатижные. Надо штурмаша еще одного прокачать. Экзальтовского типа и забыть. Но он капецка свой. На такую миссию штурмаша брать. Рановато еще для экзальта. От него нужно просто раннган, базовое звание и все. На любой другой мелкой тарелке мы это сделаем. Ладно, бери пехотинца, короче, не думай. Бери пехотинца, датчик движения ему, в зубы, лазерный прицел. Амин тоже увеличил награду на челлендж. Спасибо большое. И я возьму двух леммингов. Двух леммингов каких? Ну, если мы будем прям через критовых пехотинцев играть, ну, в смысле, что они будут постоянно, то нужно еще, конечно, парочка критовых пехотинцев. Но, учитывая то, что у меня тут особо не осталось никого, вот фрики можно сделать критовым пехотинцам. 65, 4, 13. Такой средненький товарищ. Ну, вот, или 5, 14, 66. Вообще, отличный. Давайте, пехотинцы. Это третий будет пех. И надо все-таки там третьего, четвертого медика доделать, да? Да, надо. Берем еще лемминга медика. Датчик движения убираем, и мы даем медкомплект. Источность у нее беда, поэтому оставляем гранатом. Грена, грена, грена. Нормально должно быть? Поехали. Все, сейчас у нас первые, первые миссии с ролями. Первый раз мы берем на миссию пулеметчик, первый раз ракетчик. Блин. Идем в Китай. Ну, вот, описание классное. Большая боевая зона, конечно. Мега маленькая карта кафешка. Что бы это не кафешка. Или это кафешка с другого респа. Нет, это не кафешка. Ужасная местность. Смотрите ситуация какая. Сейчас мы, конечно, врубим датчик движения, но, скорее всего, у нас вот это центр карты, приблизительно. То есть мы забраться наверх не можем так просто. Скорее всего, слева, прямо, повсюду будут враги. Никого не вижу. Пехотинец идет вперед, верит прямо по курсу два пака, чуть левее. Вот здесь. Чисто в теории надо сдвигаться сюда направо. Есть возможность выхода на крышу, и вот здесь, судя по всему, врагов нет. Поэтому давай-ка мы... А насколько они там далеко? Мелт, видишь? Нет, а он есть. Значит, они явно за стенкой. Пока еще. Поэтому выставляю пока что пули чем-то. Остальными... Блин, просто подтягивайся. Ё-моё. Что же я творю-то? Просто позиции нет. Нет тут позиции. Поехали. Может быть, имело смысл проходить сразу же. Блин, мне же еще Рокета нужно выставлять с прицеливанием, а не с... Рокет пока ни хрена попадать не будет. Ладно, у нас уже с ролями люди. Не ссать! Четыре человека там стоит. Как же не ссать-то? Проходим сюда. Они внутри здания. Четыре человека. Или на нем. Кстати, они могут быть на нем. Трындец. Так, нет, давай-ка... Давай-ка пока что каверы займем хотя бы какие-то... Снайпер без кавера, но ему вообще некуда идти. То есть тут любое место без кавера. Ага. Там... Не очень все хорошо. Короче, сейчас последний скан и пытаемся к этому углу сократить. Они двигаются, кстати. Там два пака сразу же. Или три. Там три... Ой, там народу! Ёбать! Там очень много народу. Двигаюсь на позицию! Там очень много народу. Так, запоминай. Значит, сразу за тобой мелд. Здесь люди. Причем, учитывая то, как дверь эта стоит, здесь каверинг тебе не поможет, да? Может быть, даже снайпа оставить, отвезти назад. Что вся заварушка будет... Либо забить и забираться на крышу. Если только они не на крыше, Миша! Учитывая то, что они рандомно появляются, они могут быть на крыше. Ёбресете, Миша! А если реально они на крыше? Забраться на соседнюю. Так, у нас будет бонус по ним по... Это самое по точности, потому что это крыша выше, Миша. Да, но не в этот ход. То есть, да, но нет. Так и есть. Не знаю, поближе. Интересно, мы увидим на этой карте фильм по мотивам спулить все. Один, два, три. Да, это вполне вероятно. Короче, сейчас вот первый шанс спулить. Да, первый пак минимум. Огонь по готовности! Один, два, три. Хорошо. Ну что, надо забираться. Я бегу! Удачи нам. Мяу! Блин. Ну, Пулич просто бежит. Рокет не маневренный, ни хрена. Блин, они же могут дверь еще открыть. По низу идущим. Нельзя забираться наверх. Пехательцам надо отступать назад. А как назад-то? Постепенно назад. Стоит ли не стрелять? В общем, вопрос. Серьезно? 25 меткость. У него фулкавер. Приехали, короче. Дым есть? Дыма нет. Ну и как ты играешь? С трудом. Горянку докинем. Сейчас. Ну все, выстил мы пропускаем. Но в любом случае снайпер прицеливается, чем нам его. И победитель, 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 победитель на роль самого сообразительного сектоида получает Василий. Василий, простой работяга, сектоид. Он видит врага и бежит на него. Блин, Вася, Вася, респект. Респект. Ё-моё. Что бы мы делали без таких простых парней? Роботяк. Ё-моё. Вася. Конечно, Вася. Папара-барам. Ну, Вася из Луны. Так, 66, 70. Овервотч. Пулич не попадает, потому что не приспособление. За снайп. Бах! На-на! Так, остается третий, последний герой. О-о-о, он должен быть рядышком. Поняла. Координаты получены. Я бегу. Плотнее, плотнее. Ждем. Давай, ком-цумир. Все проплачено, если кто их откупал. А если бы Василий попал, то ты был... Да, да, такое есть. Короче, мы ушатали первый пак просто в нули. Наверное, имеет смысл агрить пехотинцам. Судя по всему, двери они сами не откроют. У меня нет, к сожалению, данных относительно того, где конкретно они там находятся. Там два пака внутри. Дверь открывают. Какую дверь открыли? Это закрыто. Вообще, шумели слева. Вообще, по-хорошему нужно, конечно, влево идти. Сюда же сдвигаться. Ну, исходя из логики, что... Лучше не по центру идти. То есть, меньше шансов сагрить людей. А, да, Буримик. Добрый вечер. Опять XCOM страдания. Слушаюсь. Давай, открывай что-то. Ой, там... Там закрытая дверь. Хорошо. Вася спокойно шел с завода, тащил спертый кардан от этого МТЗ. Тут была бы такая, конечно, не... Конечно, он растерялся. Не, мне кажется, он уже был таким податым немножечко, Василий. Ему было нечего терять. То есть, это... Да, вот она. Сразу два пака. Да, да, да. Один справа будет выходить. Ладно, но мы их в любом случае пулем по паково. Ну, в смысле, они идут по паково. Выхожу за кавер. И улыбаюсь. Просто улыбаюсь. Шесть человек. Шесть сектоидов. Кто-то слева будет обходить, явно. Кто-то справа с двери будет выходить. Эти ребята не шутят. Наш пехотинец поднимается. Остальные все терпеливо ждут на оверах. Разве да нет? Разве там еще даже прицел не сделан? Поэтому одного разведчика я взял на миссию, получил ранение. И решил, что... Пока рано. Сейчас терпеливо ловим на оверах. Вижу, где один стоит, где второй стоит. Но там их много, так что нечего считать. Вон еще один. А, на крышу. Ну, молодцы. Работаем. Пулеметчик уже... Показывает, какой урон он может выдавать. Уверенным. Это минус один. Ждем. Читаем часик. Пьем чаек. Чаек закончился. Надо пехотинца поближе поставить. Чтобы просто, если что, по нему не стреляли. Ну, то есть, чтобы все синхронно с оверами разобрались. Я так и не учился с Марксмуткой играть. В смысле? А как еще разведчиками стабилнее играть? Ну, тебе виднее, как бы. У меня разведчики даже инвизные все дохнут. Я их, как бы, делаю, но они стабильно дохнут. О, подходит все кто это, я вижу уже. Может, туда ракеты шмальнуть. О, он сам... О, какие вер... Шансы против нас. Да, там 60-70. 6 выстрелов там просто разорвало его на части. Но любопытство. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Плохо. О, 40%. Рискованно. Еще один выходит. Ой, гэгэшечка, 60. Тупа умея. Нет. Мимо. Вот сюда рокет надо бахать. Игоренка, скорее всего, тоже. Мимо. Ай. Снайпер уже легкое ранение получил. Короче, что нам нужно? Нам нужно сжахнуть ракетой сюда вот. Отклонение 2,5 клетки. Класс. Но, учитывая то, что как они плотно стоят, мы их бахаем. Дальше можно полирнуть все это дело хэшечкой. Тем более, что вижена, как видите, нет. А мы докидываем вообще хэшечку-то? Мы не докидываем хэшечку. А есть прям хэшечка, чтобы хэшечкой. Давай. Там у них осталось 1-3 хита максимум. 2-2. Один умер, у другого было 4. Снайпер 78. Пулеч 100. Меня беспокоит человек вот этот вот. Их там пятеро, понимаете. Я вижу только двоих. Здесь все еще впереди. Возможно, даже дымчанский откинуть. По такому поводу. Ладно, сначала пехотин стреляет. 96. Он как бы на добивании цели идеален. Можно попробовать даже 54 прострелить. Там все равно кавер не снять. Давай пробуем. Вот и старался. Ну, дым точным. Что в любом случае мы не можем собраться с тяжелым пулеметом нижнего. А снайпером, скорее всего, можно подранить. Вот так вот закинуть. Это да. Делаем так. И снайпером лечимся. Я не хочу рисковать. Так сильно. Там еще... Еще есть сектоиды. Пусть снайпер лечится. Вижу. Одного бафает. Этот куда-то пробежал. Я не вижу куда. Ух ты. А ты откуда? И куда, главное, прибежал. Очень странно. Где тот стоит? Сектоид. Он здесь за этим стоит. Короче, надо пробовать сектоида флангануть, видимо. А, я пустой. А сколько у него хп там? Мало хп. Ой, да ладно. А почему, почему? А, потому что полукавер, ты видишь, мой голову. Все, добиваем его. Ну, мне не нравится, когда подо мной вот такой вот пырь. Так, еще трое. Причем один из них не очень. Повышение, повышение есть. Вандорн. Давайте, будем стрелять по тем, у кого цель есть. Пехотинец повышение должен получить. Дальше овер, дальше овер, овер. А здесь, видимо, да рокет бах, и туда. Чего, какие шансы? Скорее, нет шансов, чем есть. Поэтому просто стреляй. Хорошо. Все, один здоровый, другой раненый. Удачи с сектоидом. Овервотч от полича, похоже. Да. Серьезный мужик. Стас последний щегол, он на крыше. Здесь ракета должна заходить. Только не шреда, а обычная. Прямо эпицентр. С минимальным разбросом. Ну, 3,5 получается. Ну, 3,5 это на краешке просто. Нормально. Не попало, считай, попало. И последнего мы добиваем, неважно кем. Потому что все уже с повышениями. Наверное, вандорна, потому что он топчик. Хорош. Все в порядке. Изи, изи. Изи. Правда, легкое ранение на недельку у снайпа. Но там есть замены. На такой стадии пофиг. Прокачали всех леймингов, которых взяли. Взяли, кстати, немного леймингов. Да. Здесь у нас левелап у снайпа. 71 плюс 3. Пехотинца делаем. Здесь пехотинца делаем. Пехотинца хит дали и 5 точности. Топчик. Максимальную точность дали. Для пехотинца имеется в виду. Хорошо. Что у нас получается по оперативникам? 3-2-2. 4-5-4. 3-4. Плюс еще один вакантный барсук. Леймингов реально очень мало осталось. Из этого медика делаем... Делаем медика. Дали хиты 3 точности или 4 даже. Хорошо, хорошо. Слушайте, почти набрали нормальный состав. Спутниковый модуль. БМПшка. Скоро Аркаш придет. Запустим два спутника с кораблей на следующий месяц. Заатарим. Спутниковый модуль готов к работе. Может построим, пока деньги есть. Лифтецкий на... Не, нам сейчас нужно в следующем месяце просто вложиться в корабли. БМПшка. Инженерные фрагменты. Да. Потому что фрагментов нужно 40 на лазерное оружие. Запас есть. И пришел Аркаша. Возвращаются усталые... Ну, басы. Школа офицера почти готова. Еще Инжи. Ну, вот это нельзя давать. Потому что у нас ксенобиология сделается там через недельку где-то, да? 11 дней. Успеем ли мы фрагментов столько надыбить? С одной стороны, прямо сейчас Инжи не нужен. Но это хорошее вложение под спутниковый модуль следующий. Фотос, это самое, посоветуй. Что бы ты сделал на моем месте? С одной стороны, у тебя лазерное оружие не исследовано. И тебе нужно 40 фрагментов для того, чтобы его стартануть через 11 дней. Но запрос прилетел. Инж. Вероятность того, что мы получим фрагменты за это время, достаточно высокая. Рики До Ю на Икс Чом тоже 3-2-2 закинул. Я бы сделал. Но мне нужен совет эксперта. Время есть, поэтому нормально. Школа офицеров готова. Я уже ничего не помню. Нормально ты. За соточку есть. Нет. 34. У нас есть только лейтенант, которые нам особо не нужны. Размер отряда. Нам еще нужно 6 повышений. 6. Всего 34 сделал. Это косяк. Надо было больше лейминга брать. Короче, с багривым делаем инжам. Мы получаем сообщение на ухищениях людей. Места происшествий. Побережье. Ох. Побережье. В большинстве случаев снайперам хорошо контриться. Мне в любом случае за одну миссию не сделать столько повышений. Если, конечно, не возьму сейчас 6 леймингов. И всеми ими не сделаю стабильный килл. Это немного рискованно. Поэтому... Поэтому... Скорее всего, надо все-таки брать... А побережье это у нас что? Это у нас типа крисолиды. Это у нас серая постройка. Нет. Снайперы в большинстве случаев хорошо работают. Грома переименовываем в Аркашу. Нет, Валера. Сначала Валера. Аркадий будет позже. Но не берем, конечно же, на такой миссию с собой. Надо леймингов докачивать. Или пограничных уже брать. Ну, типа взять пулечи, которые гарантированно прокачаются. Потому что 4 состава на данной стадии. Это очень хорошо. Да, давайте пограничных подкачаем. Второго снайпа берем. Тут уже нет пограничных. Нет, нет. Разведчика типа можно взять. Но я опять же без прицела. Без марксманского. И он будет, соответственно... Мне нужно четвертого медика взять. Одного штурмаша. Ну, это такое. Штурмовика на экзальт. Ну, чтобы уже забыть про него. Опять же, его лучше брать на тарелку на маленькую. Там безопаснее. Так, этот не получит повышение. Пулеч получит 100%. Берем тэп. Берем лазерный. Берем... Ну, давай медкомплект, кстати. У нас же страховочный медкомплект и с этим. Костюм броня. Еще медкомплект. Потому что много медкомплектов не находится. Так. Левелап, левелап. Из 6.4 остается... Можно разведчика, типа, качнуть. Потому что он придет, просто сразу левелапнется. И у него метка будет, соответственно. Ну, и я получил левелап. Ну, и, видимо, 2 лемминга. Кто? Пятый инж, Б. И четвертый медик. Скорее всего, так. Пятый инж, четвертый медик. Вот он инж. Пятый. Или все-таки пулич из 6-го сделать? 5-13-66. Это хороший товарищ. А, давай пулеметчик последнего сделаем. Ну, что, метки заканчиваются. Это, по сути, последний, из кого можно... Можно... Хотя, блин, мне же лучше 5-го снайпера, чем пулич. Они реально стабильнее. Ну, хотя из этого можно сделать. Ладно, давай. Ну, статы именно под пулич. Нет, пусть будет пулич. Итак, 2 снайпа, побережье, пулеметчик, разведчик, датчик. 2 лемминга. 2 лемминга. Короче, 2 нужно проследить, чтобы они получили левелап. Тогда мы придем с 5 левелап. 5, Карл. Может, тогда и снайпера уберем? Сделаем 6 левелапов. Это же реально. Это реально. Особенно, если взять инжа. И убить им троих. Эх. Лучше взять лемминга и убить двоих. Чем инжа и убить троих. Ну, инж, в принципе, будет полезным. То есть, снайп у нас все равно на эту миссию есть один. Можно медика взять. Он, как бы, один килл и чемпион. Но он по общей пользе, конечно, такой. Хотя мы можем аптечку сбагрить. Один слот выиграем. Да, так проще. Тактическая броня. Греночка. Желательно дымовая. Просто таким образом, если все правильно сделаем, мы получим 6 левелапов. А, одна страховочная аптечка. Нормально. И все. И следующую миссию мы будем с семиром уже. Надо только проследить, чтобы трое не очень бойцов. Да, это очень хорошая карта для снайпов. Просто надо старт очистить. Хорошо встать. Центр. Рейнджер подходит к точке назначения. А так это очень хорошая карта для снайперов. Блин, сразу этот туалет, который стрёмный очень. Я вижу первый пак сразу же. Оставляем пулича. Я помню, что здесь снайперы не очень... Отсюда он нормально более-менее будет. Как очистим, можно на крышу посылать людей. Сейчас, возможно, даже с этого, со скана начнем. Не, погодим. Получше датчик. Мелт, они справа. Нормально, короче. Все, ты кидаешь скан. Видишь их. У снайпера они на простреле. Все, норм должно быть. Да. И это дроиды. Это вообще подарок судьбы. Потому что... Дроиды ушатываются. Их четверо. Начну со снайпа, пофиг. Минус один сразу же. Дроидов как раз можно вот именно нужными людьми убить. Если все правильно сделать. Я не знаю, как правильно. С одной стороны, можно наверх зайти, но там полуукрытие. Потому что если я наверх не уйду, я этими... Ну, хотя давай лучше вот отсюда. Ты сдвинься вот сюда вот. Просто прицелился. 49, да? А ты под сапресс просто. Под сапресс. Будем контролированы их подводить к себе. Подпускать. Прицеливаемся, прицеливаемся. Этот... Под сапрессом дроиды... Они вообще не двигаются. Ну, то есть на этой стадии, по крайней мере, они ничего не делают. Отлично. Этот подтупливает. Этот назад. А, они не знают обо мне. Ой, лол, точно. Я же забыл, что они же... Они же не соображают сейчас, где я. Я типа их же... Они же не в курсе. Надо стреляем так. Мимо. Подходим на басами, потому что они... Ну, они не стреляют. А надо. Сапресс по-ближнему. Сейчас выцеливаться будем опять. Потому что им попасть надо постараться. С их опытом. Надо реально постараться, чтобы попасть под ройду. И тем более уж убить, учитывая 4 хита и броню. Этот подзастрял. Этот летит. Тупит. Хорошо. Ну, теперь слово нубасом, наверное, да? Можно попробовать... Кого видят? 57, 57. Ну вот, пытаемся. Инженер пытается убить. Пытается попасть для начала. 52. Ну, давай. Хорош. Медик. Нет, медик. Медику тоже же нужен килл. Давай, медик. 50-50. Поправка на ветер. Нет, друзья. Ну, это... Я делаю, что могу. Сапрэшу ближнюю, потому что, как бы, он... Он с леймингами. Здесь я потратил время на выцеливание. Поэтому снайпер все равно выстрелит 68. Хорошо. Хорошо, что не убил. Вот что его хорошо. И пак. Блин. Тиктоиды сейчас, конечно, внесут немножко аркады в это полномерное убивание нубасов. Дрон ремонтирует другого. Блин. А это подходит. И стреляет 32. А по-другому не могло быть. Да, по-другому не могло быть. Ну, потому что это я. 49. Нет, нет, я... Быть не может. Может, может. Это нормально. Это норма. 78 дроид, который чинит там во всем. Убиваем. Повышение у снайпера раз. Кстати, надо вообще убедиться в том, что у всех будет повышение. У этого уже есть. 49, 49. Блин, как же быть? Лечить или не лечить? Вообще лечить надо. Лечить, убирать контузию. Пытаться добить того. И убивать левым. Давай. Сиким. Ну, стреляем по разведчикам. Я понимаю, что это. Супресс. Блин. Если кто-то там на границе. Подавление, не подавление. Это лучше, чем просто стрельба. Или этот 1%. Окей, все нормально. Так, сейчас аккуратненько. Надо нужный килл дать. За неимением лучше выстреляю 44 разведчика. Перезарядка. 37. Твою, налево. Супресса нет, да? Да. А я не могу ничего сделать? Скорее всего, дым надо сюда кидать уже. Что иначе без сапресса меня будет уже... Хотя какой дым? Ты же... Твоего же разведчика там видит. Не, надо шмалять по нему. Да хватит мазать-то, ребята! Он выстрелил один раз, блин, в жизнь и попал 33%. Вы мажете 50+. Ё-моё, сейчас... Сейчас полетит опять. О, голум, привет! Привет, голум. Так, ну я выцеливаю. То есть есть базовая страховочка. Есть новый сапресс. Тут уже 60. Да, надо... Хотя бы, черт его знает, кого надо убивать. Надо точно уходить разведчиком, чтобы перезаряжаться. Надо точно этого сапрессить. Ну, видимо, да. Видимо, снайпом нужно по... По-дальнему стрелять. А леммингами уходить просто подальше, чтобы... А-а-а-а! Я так их никогда не убью, блин. Все, сектоидов оставили за бортом. Это вас сапрессим. Надо переправить, как у вас, как опыт. Но в первую очередь, конечно, надо этим... Надо кем-то из леммингов убить этого несчастного дрона. О, этот под фулл кавер мы же. Блин. Так, 48, 30, 30, 61. Хорошо. 44, 49, 30, 31. Ну вот-вот надо вот этим вот инженерам пытаться. Раз, 59. Медикам 46. Хорошо. И пулечем, в конце концов. Который не видит ни хрена. Подставить пулечем. Подставляй пулечем. Стреляй по этому. Давай! Ну, 60! Ты ж... Еще дергается! Здесь надо запросить этого. Пытаться убивать дроида, потому что он же фанкует. Снайп не подвезет. Спасибо тебе! Ну, экспо как бы в минус, но... Это лучше, чем... Все паника мимо, хорошо. Там еще три сектори, все здоровые. Ага. 40%. Надо наверх-заверх, наверх забираться сейчас. Хороший шанс не попасть. Ну, тебе же нужно, блин, этих нубасов качать. Какое попасть? Отходи, перезаряжайся. Готовься забираться наверх. Сам же взял таких людей. Я разведчикам бы тоже отошел. Так, под будущий фланг. Тут понятно, сопрессность получается. Дальнего мы не видим уже. Ну, короче, дальнего я все равно попытаюсь, типа, наверх. Вот запрыгнули сюда, и мы, может, его даже фланганим. Это тоже бестолковый. Уходим им. Смотрим. Один процент. Докш! Я в порядке. Меня стреляют. Меня стреляют. Это мой первый один процент в этом трое. Блин, ну на фоне всех моих там 40-60 плюс, это, конечно, плевок в лицо. Просто плевок в лицо. Короче, рашу. Все, план меняется, потому что это тоже за кавером. Я хочу Гренко с него снять кавер. С почином. Ну да. Ну, хорошо, у нее с кибердиска прилетело, знаете. Так, давай-ка ты сюда, увидишь его. А вот не факт. Отсюда точно увидишь. Давай, 73, давай, левел ап, ну! Слава богу. Хоть это не промазал. Уцеливаемся. Блин, пулиш сопрессил. Один процент. Один процент, Карл. Я продолжаю сопрессить. Конечно, конечно. А второй еще где-то. Тупо уме. Хорошо, мимо. Где-то третий сектор. И он, скорее всего, сучок. На овере стоит. Молниеносный как раз. Ой, где он стоит? Нифига себе, куда-то забрался. Снайпа не в жизни увидит. Короче, снайп с прицеливанием 52 пытается этого снять. Молодец. Так, ну у нас еще медик без экспейм. И пулич будущий без экспейм. Здесь мы, естественно, сваливаем. Здесь, естественно, пересоряжаемся. Здесь... Овер. Вставляю леммингу вперед. Надо снайпера наверх завести. Подстраховать на басах. Возможно, кстати, подлечиться. А, так, подойдем. Пока не хочу этим походить близко. У меня, скорее всего, паника. И он пошел к следующему паку. Не, он идет. И как раз два нужных человека стреляют. Ну! Ну, он мог же попасть в 63. Не убей, не убей, не убей. Помни заповедь. Пулич 18. Слава тебе, Господи. Там еще кто топает рядышком совсем. Короче, наша задача сейчас. Одним из двух нубасов. Шатнуть его. 57 раз. 60. Спасибо. Так, повышение есть. Фух. Заводим снайпа наверх. Готовер. Готовер, готовер. Подлечить пулеметчиком. Так, медик не... Не ален, да? Выхожу. Плановые перезарядки. Поехали. Снайпа все-таки надо поближе поставить. Как-то переделись. Да, игра, конечно, тебя так на эмоции разводит просто. Спасибо вам за челлендж. Ой, новый пак. Я только его с... Четыре сектоида. Ёпресс, это какая кучность. Так, у меня снайп здесь не работает нормально. Пытаюсь подсветить леймингом. Снайп как? Есть. 68, 68. Надо, надо, надо стрелять, конечно же. Раз. Нет, он без выцеливания уже так. 49. Да, давай, стреляем. Два. Хорош. Так, инженер, инженер, инженер. Некуда идти, да? Нет, есть куда вот сюда идти. Это же последний? Да, это последний. Так, медику нужен левел ап. Как? Черт его знает. Но он подходит ближе. Кроме него, все уже все получили. Только один нубас остался. Только один. Блин, вот он сейчас получит. Зря лезу. Куда бы гренки, конечно, зашли хорошо. Там просто... Можно контейнер... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Подходит тупо уме на медика. Да, подставила, конечно. Да! 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 Ханкерину бас! Все, и вижны нет никакого. Ну, надо инжа подводить. Видимо, на полуукрытие. Направляюсь на точку. Ну, и сейчас вопрос. Лучше, конечно, пытаться 68 снайпом бахнуть, чтобы и убить, и покоцать. Это раз. Блин, ну вот все жертвы будут зря, если я не добью медикам последнего. Что мне нужно, чтобы добить медикам последнего? Ну, чтобы медик попал. Для начала. Вообще, у тебя светошум есть. Ты можешь, в принципе, даже и подрашить. Можешь рашь? Полич не может сопрессить. Надо его подводить. Здесь, естественно, ханкер. Я не собираюсь пока. Здесь. Прицеливаемся. Нет, какого прицеливаемся? Ты полуковер? Блин, какое что? Я думал, фулковер. Нет. 35. Этот раненый не должен так. Хорошо. Так, 53 у снайпом. Там овер. Ну, могу снять. Овер. Ага, и сапресс, поэтому... Молниеносный, да? Да, молниеносный пошли. 3%. Чё, пот нас со старта? Так ты же всегда берёшь на миссию таким образом бойцов, чтобы, ну, не оверкилить, чтобы, то есть, не переборщить. То есть, ты обязательно берёшь с собой каких-то нубасов. Каких-то, будь они неладны, нубасов. Этот контуженный... Ай... Да, это последний точно. Медикам точно нужно лечиться для начала. Потому что мы даже, если мы подарок там оставим, типа... Типа за... За покоцанного, за дезморалиного, дезориентированного сектоида, он всё равно может просто тупо не добежать. И это проблема. Тут точно ханкер. Прицеливаемся, прицеливаемся. Можно через прицеливание попробовать убить. Медикам. Это под полу кавером. Но проще всего, конечно, им подсократить и пытаться... Ну, хотя, как я подсокращу? Как я вот этого полу каверного медикам убью, блин? 37%. Причём он фуловый. Ему нужно сначала подранить как-то, а потом уже добивать. Хаешек нет, чтобы кавер снести, нет. Есть... Можно покоцать его. Ладно, давай сделаем следующим образом. Ты, молодец, подходишь сюда, нажимаешь прицелиться. Мы под тебя человека готовим. То есть мы его раним. Блин. Мы его, говорю, раним. Чтобы у него осталось один-два хита, и любой чих его бы убил. Отлично. Следующий ход ты уже выцеливаешь прямо его. Молодец, стараешься. А этот у нас страховочный. Ханкер. Этот, чтобы никуда не ушёл сапресс по нему. Просто вот-вот готовим. Прям готовим. Ханкер. Он перезаряжается. Хорошо. Это чё? Паташон. Смотри, 20%. Хорошо. И тут момент истины. Медик, после всех этих подготовок, он сможет 60% всё в твоих руках. Ну? Ненавижу тебя. Короче, убираем снайпера мы этого, пробуем. Будем рашить. Ну сколько можно? Он ещё, блин, пустой, там, медик. Надо ему перезаряжаться в следующий ход, потом повторять всё вот это вот. Сейчас надо его дезориентировать в момент перезарядки с этого пулемётчиком. Потому что у него патронов-то нет, он же не может вечно стрелять, правильно? Этот перезаряжается, этот перезаряжается. Мы кидаем на него дезориентацию, чтобы он никуда не ушёл. И всё для того, чтобы вот получить 6 левелапов, чтобы в школе офицеров в следующую миссию полететь всемиром. Хорошая тема. Мне нравится. Он бы и готов. Мы, собственно, рады за него. 40%. Выцеливаем. Сопрессим. Можно было поближе медикам подойти ещё. Овервочем. Он стреляет 1%. 60% попытка номер 2. Есть! В результате миссия выполнена. Ни ранений, ни ч... Нет, одно лёгкое ранение. Мы же получили контузию, да? Да, 9. И 6 левелапов как по заказу, друзья. 6 левелапов. И это значит, что мы как цари просто заходим в школу офицеров и говорим, заказывали. 40 повышений. Приобретаем. Фух. Хорошо. Сейчас мы раскидаем нубасов. Хотя тут нубасов-то по сути не было. Мы таких... Короче, плюс 3 меткости у снайпера. Разведчик получает наконец-то метку. Наверное, всё-таки через метку мы будем играть. 5 точностей, 1 хит. Хорошо. Пулемётчик. Тоже огневая поддержка. 3 меткости, но хит дали. Медик. Поздравляем его с этим. На саппорт будет играть. Страховочный саппорт. Новый инженер. Анатолий поддержал на тресах. Говорит, welcome back to Mander. Какой приятный сюрприз. На этот раз до победного. На этот раз до середины июня. Потому что челлендж до середины июня. Итак, у нас 4 снайпа. 3 разведчика чисто под инвиз. 4 рокета. 5 пуличей. 3 медика. Нужно плюс 1 медик сделать. Прокачать не забыть одного. И 3 пехотинца. У нас теперь 7 человек будет идти. Сейчас прицел будет сделан. И максимумский через 4 дня. И, соответственно, мы сможем уже брать с собой разведчиков. На миссии более целенаправленно их качать. Первый прицел доделал сам. Второй я не делаю. И спутник к запуску готов. Шеф, спутники к запуску готовы. Как только прикажете, мы их выпустим. Я их выпускаю сразу же. В наш домашний регион. Гасим США. 150 в Канаде. Блин, как нарандомилось хорошо. Ох. Получаем бонус. Получаем NJ. Требуется дополнительный модуль. Плюс 275. Плюс 486. 211 баксов профита. Сейчас по-хорошему бы напродавать на сером рынке. Взять парочку... Парочку воронов. Для того, чтобы средние... Средние корабли позбивать. Элери нам пока не нужен. Трупы пока не все. Но можно попродавать. Но на сплав тоже. Сплавы пока тоже можно. Но денег, к сожалению, только на один корабль. Видимо, следующий закажем после того, как нам придет бабло. Инженерные фрагменты. Вот. Не могу. И доделывается марксманский прицел. Теперь можем брать более-менее сейфово разведчиков. Брать марксманску, брать прицел. И работать как дополнительный снайпер на безопасном... На относительно безопасном расстоянии. Ой, сейчас пойдет, конечно, жара. Ну что? Вроде не зафейлили ничего. Только один лейминг у нас подох. И сейчас мы закупаем прям корабли. Сколько? Два или три? Два или три? Еще лифт надо делать. И возможно... Хотя нет, лифт так рано не нужен. Был раньше, типа. Но сейчас нормально. Стоит ли им иглы ставить? Иглы у нас только на файтеров, да? Иглы только на файтеров. В большинстве случаев не нужны. На среднюю аваланши работают так же. Эффективно, учитывая броню цели. Файтеры, кажется, пойдут позже. Ну ладно, давай сделаем. Я не помню, когда файтеры точно пойдут. Поэтому делаю по крайней мере две иглы. Фух. Деньги еще есть. Я прицел не хочу тратить. Вот мне задача сейчас подумать, как... Я не хочу второй месяц выпускать НЛО. Вообще не хочу выпускать НЛО. Я буду, как заведенные, летать на все средние НЛО. Их должны быть парочка штук, учитывая ресурсы врага. Ну, это стандартная ситуация. А там рандом. Там, конечно же, рандом. Но за счет бабла я могу себе позволить. Я думаю, что нужно еще один корабль затарить. Надо сильно продаться. Не, не надо. Кузя говорит, а ведь реально пришелец прямо раньше устраивает на земле с помощью мобильных групп спецназа. Где-то я это видел. Да. Эффективные диверсионные отряды. Так, лаба готова сейчас будет у нас. Иглы поставились. Здесь можно, кстати, генератор второй бахнуть. Пока не поздно. Потому что пока я докопаю досюда... Правда, на что мне генератор сейчас? Этим вопросом ты будешь задаваться, когда лучше его раньше сделать, чем... Да. Это как раз вот цена вопроса. Пять трупов сектоидов. Лаба готова. Исследование бустим. И начинается апрель. Апрель, ну, естественно, он жестче, чем предыдущий. Сейчас новые наложки, новые враги. Террор, в конце концов. Блин, мне нужно двух штурмовиков прямо на старте прокачать. Мне вообще по-хорошему нужно, чтобы сейчас два штурмовика были с мастерами ближнего боя. Там второй запрос. Ну, спутники, спутники. Ксенобиология готова. Сейчас будет. В Бразилии активность. Сейчас нужно сделать лазерное оружие. Дугомет мы откладываем. Это все сделали для других целей. Берем лазерные технологии. 18 дней. Инженеров не хватает. Блин, мне нужны сейчас аналожки. Мне нужно сейчас до... Чтобы распределенные были миссии. То есть по времени. Потому что пока у меня люди прохлаждаются, я время теряю фатижное. Делаю пули, чем хит дали. Но три меткости всего лишь, к сожалению. Это у нас запасной. У меня... Целую неделю активность никакой. Это очень плохо. Это очень плохо. Похищение. Чрезвычайное. Участок дороги, коридор. Есть. Хорошо. Это работа для двух снайперов минимум. Помним, что у нас есть прицел. На чрезвычайный лучше взять рокета обязательно еще. Потому что мало ли что, какая хрень на тебя попрет. Возьму разведчика, учитывая прицел. Необходимо скачать разведчика с инвизом. Нет, тут вообще не стоит экономить. Потому что ты базово всех собрал. И тут же сразу тебе бахает самая сложная миссия. Ну, из разряда похищения. Естественно, террор серьезней. Поэтому давай-ка сейчас аккуратненько. Разведчик у нас берет, естественно, марксманский прицел. Который не доделали мы, да? Не доделали. Потому что у тебя штурмовая винтовка. Ты поэтому его не можешь взять. Вот он, марксманский прицел. У тебя есть голографическая метка. Это хорошо. Но сканер боя, пожалуй, все-таки нужен. Особенно по двух снайпов. Прямо то, что нужно. Вопрос, мы Пуличу даем прицел или снайперам? Снайперы с выцеливанием, они, конечно... Но Пулич пока еще не так эффективно стреляет. Снайперы будут работать чаще. Ну, потому что он стреляет не так эффективно. Просто потому что у него нет оппортуниста. То есть он стреляет на овере чаще. Вот. Так, рокет, разведчик, пулеметчик. Два слота всего свободно. Набрали, блин. Так, будем ли мы сейчас, например, брать... Брать штурмаша. Под левелап, под террор. Потому что в этом месяце будет террор. Вопрос только когда. Если на этот террор мы пойдем... Без штурмовика, будет очень плохо. Надо качать. Возможно, даже обоих. Сейчас так дороги, коридор. Мне не нужен штурмовикам дробовики. Мне нужны им датчики движения. Какая-нибудь штука типа светошума на контроль впереди. Кого еще взять? Ну, по-хорошему, наверное, все-таки нужно взять второго... Второго штурмаша, потому что я накосячился со штурмовиками. Повторюсь, в апреле прилетает первый террор. К этому моменту, учитывая появление кресолидов, у тебя, по крайней мере, должен быть мастер ближнего боя. То есть второе звание у штурмовика. Поэтому я беру двух штурмовиков. Потому что накосячил с этим. И... Вот, и пойду вперед. Фугасочку. Если с картой повезет, то снайпы, в принципе, все сами сделают. Это страховка на большое количество народу. Это разведка... Это подавление. Это прокачка. У пулика три меткости почти всегда. Это максимум, а не всего лишь. Пулика диапазон, кажется, 2-5. То есть троечка это среднее значение, насколько я помню. Штурмам обрезы. А сейчас-то зачем им обрезы? Они не пойдут в ближний бой. Хотя, может, и пойдут. Да, лучше дать обрезы. Потому что раненган-то есть. И если мы работаем без дробовиков, то, наверное, все-таки нужно иметь возможность с чем-то прорашить хотя бы. Это им есть даже один. Поехали. 1-3 у пули чьей фотос? Не-не-не. Не может быть. Нет. Обманываешь. У снайперов 2-6. У пули чьей-то не может быть 1-3. Что? Что? Блин, какой-то участок дороги. А-а-а. Это стройка. Черт возьми. Вас понял, рейнджер. Штурм-1 может признать к пирожей. Эй, прям по курсу людям. Я не успеваю на позицию выйти. Короче, надо разносить снайпов по углам. Я не хочу правого снайпа уводить в право. Хотя практика показала, что это хорошая тема. Я пошла. Пока чуть-чуть подойдем. Где у нас там разведчик был? Штурмовик. Ну так, чтобы в следующий ход была возможность... Так, Рокета, надо тоже выцелиться. Я не буду подходить к каверам, потому что это колоссальный риск. И разведчик тоже назад. Вот эта машина будет мешать мне. Смотрим. Так, стой. Так, это кто это? Это Сингмены или Туны уже пошли? Новый месяц, новые проблемы. Кайф. Кайф. Так, еще разок датчик движения. Статичный пак, 4 человек. Вводим снайпера, скажем. Вообще его лучше сюда завести. Нет, против центрального пака лучше его здесь оставить. Этого максимально в угол. Скорее всего, через скан будем работать. Блин, ну я реально не могу пока подойти. Даже вот сюда подойду, я с пулем пак. Класс. Можно попробовать сканчик кинуть, но, учитывая, сложно чрезвычайно, наверное... Нет, первый пак важнее убить. Нет, нет, нет. Давай лучше штурмовиком проверим. Никого, хорошо. Пулич сюда подведем так. И тебя вот так вот, по крайней мере. Не торопимся. Отсюда вот ему будет мешать машина. Мега опасная карта. Не очень ее люблю, особенно на экзальц. Летоны, летоны. У меня два снайпа против летунов. Конечно, очень хорошо. Че, пулем? Да пулем! Четыре септоидом. Один фланг. И второй, кажется, фланг. Да, один фланг, но второй не видит. Ну что... Скритом ишь сразу. Давай, Скритом, мочи, упыря! Чтоб сразу умер. Давай. Раз. Сейчас не до экспы, как бы. Не делимся вообще. Не делимся. Сопресс есть. Ты как, можешь? Не можешь? А если подойти? То уже можешь. Хорошо. Ну это ради метки, главным образом. Ну тем более, ранили. Отлично. Уже пошла командная работа. Так, а если мне подсветить правых? Скажем, вот так. Ты можешь подсветить слишком много всего. Да справимся, нормально все будет. Просто там снайпер может флангануть. Не, он не видит, к сожалению. Нужного человека. 60% пулеметчик. А, стреляю, не хочу сопрессить. Нормально. Так, Рокет подведу скорее на будущее. Здесь овер. Здесь прицеливаемся. Здесь уходим просто из вижена. Отлично, разобрались пока что с первыми двумя. Этот бежит оверлоч. Сингмен, это новый пак! Нет! Ай-яй-яй, три сингмена. Четыре сингмена. Трое справа. У меня снайп подставляется. Капец. Тут фланг сингмена одного. Не надо подставлять штурмовика. Да, потому что надо сделать так, чтобы сингмены не подходили. Блин. Как же вы мне дороги. Справа два сингмена подойдут. Ладно, Марксом накачаем. Раз. Ну, метку, пап, как бы сделать еще. Готовить Рокета, видимо, надо уже. А Рокета из-за вот такой вот... Короче, этого сюда, видимо. А снайпа надо уводить куда-то вообще сюда. Чтобы сингмены его чисто случайно не обошли им. И так-то могут. Уже риск. Снайп выцеливается. Блин, и Пулич тут у меня тоже не алло. Блин, и Рокет мне не работает. Либо его наполовинку... Наверное, придется наполовинку и вы это самое выцеливать. Я думаю, Пуличу надо дым кидать вот на этих троих. То есть переставлять и кидать дым как раз. Закрывать. Потому что это самая рисковая группа. На них сейчас будет выходить три фингмена. И еще там сектоид живой. Два, кажется. Два сектоида. Два сектоида. Ну, вот это беда. Овер. Овер. Время молиться. Фингмен подходит с фланга. Один сверху. Как раз под снайпа флангуется. Что это у нас? Тупоумия мимо. Отлично. Еще один сектоид, а еще один фингмен. Отлично! Снайп. Видите, как хорошо снайпов расставили все-таки? Молодцы. Бах минус один. Снайп видит следующего фингмена. Но, может быть, имеет смысл поставить на него меточку. Там может быть еще один овер. Да, он стоит. Видите этот? Я его не добил, что ли? У-у-у. Ну, значит, пули чем добиваем. Соответственно, этим теперь спокойно ставим метку, чтобы снайпер стабильнее работал. Там останется один фингмен. Поправка на ветер. 96 снайп работает. Хорошо. Рядышком с ним второй, видели? Тут овер, овер. А тут, наверное, прицеливание. Дым пока еще работает. 20% по разведчику лупит. Ну, разведчик сейчас огрызаться будет. 50%. Там еще поклетунов не забывайте. Разведчик хоть и мажет, но дело свое, он делает. Снайп почти поближе, потому что ему явно... Блин. Пробуем прострелить. Хотя бы ранить нужно. Ой, молодец. Рокета надо убрать. Ну что, дым закончился, полуукрытие не вариант. Фингмен еще один. Здоровый. Стреляет от... Ой! 50%! Прикрывает пулич, но... Убил! 35! Красавчик! А там могло быть... Ну, там лейминг, конечно, но это было опасным. Это было опасно, очень опасно. Так, один сектоид. Плановые перезарядки. Тут лучше так отойти, потому что может прилететь фланг. Хорошо. Сейчас через сканчик. А-а-а, сектоид справа, я понял вас. Я понял, понял. Скорее всего, там и летуны. Выходит сектоид. Мы его флангуем снайпом. Он стреляет 21%. Мажет, хорошо. Блин, как же все-таки снайпы здесь хорошо отыгрывают. Так, это предпоследний пак. Учитывая то, что тот пак не спулен, я перезаряжаюсь. Перезаряжаюсь. Опять овер. Сейчас надо прицеливание, прицеливание снайпами и кидать скан. Туда вот, куда вот, да. Да-да-да. Стоим нормально. Но сначала прицеливание снайпером, прицеливание. И надо еще рокетом на всякий случай. Потому что он, как вы помните, рокет, шмаляет по воздушным целям очень хорошо. Особенно если его немножко прокачать, то он очень стабильно как раз вырубает именно воздушные цели. Так, ну, с места, наверное, скан не хочу. Хотя далековато все-таки. Полуукрытие так себе. Ну, я думаю, что они далеко там. Закидываю скан. Это центр карты. Да, видите, пожадничал, не увидел их. Все должно было быть по-другому. А-а-а. Тихо. Слышишь? А-а. Да, не очень далеко. Ну, я бегу Леммингом. Иду. Лемминг-штурмовик. Второй за ним же. Покажу. Кстати, мне штурмовикам нужно экспу дать. Да, но это сложно, потому что... Просто это сложно. Поль очень нормальный, наконец, выставляем. Так же, как и Рокета, чтобы он не мешал по обзору этот эскаватор. Ну, а сейчас снайпы должны отработать по этому последнему паку, учитывая бонус по воздушным целям. То, что они выцеливаются постоянно. Ну, остальными я подходить не буду. Угу. Это было датчик движения, видимо, ее знать сначала. Видеть, что поблизости никого. Ну, вот они. 23. 3. 4 летуна, кажется. 4 летуна. Очень опасные враги на такой стадии. 3 боеготовность, 1 улетел. Только один снайпер видит. Пробую, 8-6, шанс хороший. Мимо, кажется. Поехали. Может, надо было метку ставить сначала. Уходим штурмовиком. Ждем. Ну, и вот тут бы скан пригодился, конечно. Потому что там на оверах стоят. Как пить дать? Выполняю. Я на месте. У нас есть на таргет. Готовность к номер 1. Нельзя выходить так. Кажется, мы здесь не один. Все, по клеточке надо будет. Пора это самое проверять. Чтобы овер не сработал. Потому что здесь может быть такая засада, трындец. Я даже молниеносно не хочу триггерить пытаться. Я вот лучше так и сделаю. Не, никого. Что, кстати, весьма странно. Ханкер лучше. Ладно, пробуем увидеть так. Видим всех четверых. Ой, ё-моё! Какая поразительная куча. Ну, Рокет даже близко не достреливает. Но зато снайпы могут работать уже более-менее нормально. 86 раз. Минус один. Еще две цели. 100%. 100%. Берем, конечно же, цель, которая здоровая, не коцаная. Минус два. 49, 49. Нет, здесь лучше ханкер сделать. Сейчас бы разведчику подставлять. Не, не надо. Куда сваливают? Больше на карте никого нет. Не, реально, один свалил. Да нет, еще пак. А, чрезвычайные. Ой-ой-ой, точно, еще же пак. 16 человек, может быть. О, 16 человек. Блин, я должен был понять, что это засада. Так, у этого два хита. У этого 86, не два хита. Стреляем. Раз. Ну, все, короче. Я валю разведчикам. Овер. Прицеливание. Овер. Прицеливание. Овер. 6 лентинов. Сики. Оп, овервотч. На такой овервотч. хорошо леммингов не взялся да это было бы ой 20 процентов у них и пушки посерьезней так нормально живем что там по рокету рокетов запас хороший но блин опять range не позволяет нормально стрелять я бы здесь проверился человека кого-нибудь нету человека у ними 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 нет и не видно опять его 66 не надо по общему виду стрелять единственно проверить обоих ли виде да оба снайпера видят обе цели поэтому мы с хорошей вероятностью шатаем по крайней мере одну из них 100 методов отлично попадание 6 81 бах им поэтому нормально и поэтому 66 нет патронов мало выцеливаем овер тут выцеливание тут вы знаете лучше лучше даже наверное анкер чтобы эти 20 процентов не рандомили чтобы поближе к рокету подошли вот-вот-вот под ракету по подтягиваются супостаты а это телепортируется в тыл не орать спокойно сапресс поэтому нормально итак у нас первая проблема в тылу здесь явно под рокетом 1 на овере стоит этот снайпер плохо видит вот для снайпера цель прекрасная хорошо что прицелился смотрите как 100 100 просто бах и и нет фланга флангу флангующего здесь естественно мы бахаем ракету потому что он тут уже кучность такая серьезная надо работать понятное дело что отклонение конское но по кому-то надеюсь попадет две с половиной клетки отклонения бах все три минус минус один двое сильно ранены ракетчик уже работает хорошо сапресс сняли снайпер видит этот на овере не забываем и кстати он приоритетная цель давай метку поставили но без толком улич правда его видит 60 давай промах тоже 45 35 55 не давай выцелимся потому что единственная видимая цель это ну пробуем этим ранить святошим он не закидывает ой хорошо все три раненых летуна осталось один телепортируется куда-то туда же хорошо этот сапрессер подавляет но ничего страшного и этот раненый вы готов отлично так вопрос к снайперу опять же 96 нормально убиваем флангу еще блин какая миссия мясная ну чрезвычайно уже чувствуется что тут ну как бы да с приоритетом убиваем того кого хп побольше метку ставим 60 процентов снова пулич пытается не попадает а давай шриду шрида хорошая хороший рейндж отклонение конечно шикарный но да слишком далеко ушла так снайпера подведу скорее на будущем прицеливаемся здесь овер 5 15 прицеливаемся overwatch 33 он сокращает кстати может сейчас неплохо дать вот-вот проблемы это ошибка это было сопротивление сейчас мне могут разведчику шатать в общем он уже ранен сильно ранен это была ошибка только стоило расслабиться сразу тебе игра горит на леща на горит на рананган сюда 67 если с дробаша а не в видимости дым ради метки исключительно 77 более 86 ранен ган да там уже неважно там надо надо его как-то ловить 77 хорошо 16 врагов но я получил ранение разведчику на разведчик у меня правда все равно в ротации но это плохой сигнал потому что я стабильно ведь и ошибаюсь месяц просто ковать будет месяц так здесь кумулятивка идет у нас уроки там метки седали единицы всего лишь не забывайте мы видим все что взять на эти деньги можно прицельчик бахнутся без плоти и металла меня тревожит чем мы рискуем исследуя сочетание жилой плоти с механизмом запросы протухли уже что пора остановиться когда подойдем к некой запретной черте или мы готовы пожертвовать всем на свете так ну кораблики смотрите у нас готовы к натиску рейдеров нам не попадут в дурные руки лиммингов почти всех прокачали в школе офицеров может лейтенантов взять конечно и потихонечку но нет лейтенант дождите а мне нужно вообще лейтенантов базово брать чтобы началась прокачка кажется нет кажется она идет просто фоне и я не смогу назначить лейтенантов пока у меня не будет там этих сколько 45 стартовых миссий пройдено поэтому пока эти 100 баксов висят мертвым грузом лейтенанты лейтенантов надо брать когда люди которые метят лейтенанты у них будет уже опыта где-то 700 как раз то есть третье звание это как раз вот не знаю это 5 миссии они пройдут и тогда мы сможем должны брать лейтенантов пока это мимо всем можно потратить часть средств на то чтобы прокопать по крайней мере под 3 спутниковый модуль понятное дело что инженеров пока нет но миссии совета могут выдать и в конце концов не спутниковый модуль нужно в любом случае построить первого числа следующем месяце ну конечно лучше раньше если инжене дает дадут причем вопрос брать прицел или нет прицел хорош да давай один прицел сделаем еще с одним как-то грустно лифт готов к работе сейчас надо еще успеть прокачать этих штурмашей сразу после фатига и молиться что мы успеем с этими штурмашами на террор они как раз после следующей миссии сделав всего один килл получат мастеров ближнего боя и станут ну станет попроще конечно терроре не обязательно кстати обоих брать тем более это будет нет это будет первый террор не очень мясной блин как же время еще на xcom летит сколько мы уже с вами играем сколько семь с половиной часов а я стрим не стопал то есть 4 где-то получается да там же где-то до сполни часа был был еще метро 4 часа да я не стопал стрим просто между этими стримами хорошо так а что у нас в этом месяце по по миссиям экзальта на что-то проходное да а стартовая анька анька же в этом месяце да 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 следующий скрипт это они фигмены пулечи надо качать инженеров теперь надо инженеру ты запрос очень повезло потому что нам нужно 19 19 инженеров мы от помощи не откажемся или 20 все таки там на лабу кажется 19 пабжи удален блин 10 число ни одной ножки террор не успел москва похоже они изменили тактику но зачем чего они добиваются что машина не готов они всему миру они говорят что остановить их невозможно типичная москва ничего нового что террор что хотя нет началась какая-то жесть у меня нет смысла вообще штурмаша брать ну хотя без мастера ближнего надо отыгрывать по-другому или взять все таки одного блин надо сейчас еще мирных спасать надо минимум два скана брать а может даже три какой там уровень ооо ну ёппер сетэ вы не могли уровень паники а подождите это же бразилия это же там у меня же вышло уже ес это бразилия она не нужна она не нужна ес так проперла так проперла блин подождите москва же какая бразилия говорили москву терроризирует какая бразилия я не понял не сходится бразилия нет на самом деле короче террор это страшные конечно миссии потому что не спас мирного получил панику не только в стране где террор но и в соседнем регионе но у нас вышла аргентина и это самый маленький регион вообще самый такой малюсенький регион понимаете из двух стран больше таких регионов нет южная америка то есть туда можно реально лететь и фармить если мы конечно смирились с тем что страну потеряем это а я еще не смирился блин миша вот сейчас вот аккуратненько я помню как тебе это стоило команды когда ты пошел за мирными в необязательном терроре нет понимаете если мы отдаем страну то автоматом там ставится база то количество ресурсов у противника автоматически в следующем месяце увеличивается то есть больше тарелок больше больше всего вас понял мы посмотрим что олив органа три косаря спасибо такие люди смотрят с чем спасибо ли ворга старичок старкрафтер вот но смотрите тут на двух есть с одной стороны это реально подарок то есть большое везение что именно в этом регионе они в домашний прилетели например не в японию где уровень паники схожий а прилетели именно в южную америку где одна страна скриптово вышла мы ничего с этим не можем поделать а вторая как бы на грани кстати 67 67 33 нам спасти то нужно господи 11 мир ну потерять не больше 11 мирных ладно десяти и все и страна не выходит просто если я сейчас пойду туда и прям начну рисковать спасая мирных то мне это может дорого обойтись короче далее этим спасать мир городской жилой несколько большой боевой снайпер инж пулеметчик разведчик пехотинец почти стопроцентный отряд дальше подумать надо хам не штурмаши фатижный на самом деле можно подождать на что террор 24 часа идет а валера же еще валера сто процентов валера со сканом это ж на террор валера отправляется алё валера настало твое время ооо ты нам и штурмовик не нужен стоп а где у кого датчик движения разведчика пехотинца не 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 все это валерия отдавайте все валерия один датчик движения парочку сканов для того чтобы разведчикам ну не убивали мирных короче говоря и видимо он же будет этих мирных и собирать пистолет-пулемет оставляем то есть два скана светим будем ли мы дублирующий скан брать чтобы в первый ход откидаться по максимуму для этого нам нужно взять инженера дополнительную по идее это это будет трата гранат и я без рокета ну рокет не очень подходит на такую миссию улич надо пока не с не забыл сменить пулемет потому что нам лппшка нужно скорее они тпп никаких дымов только осколочные гренки лостик пополнил спасибо большое друзья снайперу выдаем прицел это правильно это правильно это правильно хотя нет под вопросом этот барабан который его тормозит очень сильно на патроны нужны можно по крайней мере поставить экстендед мак или лучше даже гренку взять получше гренку взять по дпс больше выйдет шмалер ты отключил я не отключал ничего баг у меня нет подожди я посмотрю ведь я посмотрю но у меня вкладка открыто сейчас посмотрю подожди а то реально мне поддерживают все дела дай мне alert отключен вот я дебил все друзья простите пожалуйста но мне 3 трансляцию отключены нужно проверить срочно закиньте пожалуйста на суточку надо проверить срочно медика брать медика на террор такое снайпер может быть даже с марксманской винтовкой чтобы было большим нет нет не с марксманской засветим нормально будем работать на дистанции инж разведчик пулеметчик с лпп шка пехотинец до валера бмп кто еще я думаю 2 инжи все таки f1 баноч 1 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщил хорош валера настало твое время но вот вопрос инжу мне вместо двух гранат брать таки один скан или не брать там у нас будет 18 мирных мне нужно спасти 8 человек для этого нужно подсветить как можно больше мне давай лучше скан возьмем хотя бы один слив сай поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает проверка бота места есть мест нет мест нет клипсай слышишь ох это была почти минус чашка клипс и клип сей хорошо что у нас отряд из семи человек хорошо что есть валера надо спасать страну надо спасать страну без штурма шейду блин ну будем гренками закидывать инженер пехотинец пулеметчик с гранатой и наверное этому инжу тоже нужно взять осколочную чисто для урона поехали с богом друзьям это новый подход к лонгвору спасибо мистер н1 за то что сам начале закинул 35к за сегодняшний вечер болей ненавижу эту карту это помощи глазу начиском повезло только не вдоль дороги за грузовиком нет хорошо угол так внимательно не торопись вас понял рейнджа штурм один или скипнуть ее на завтра оставить миссию я вижу же гражданских вижу гражданских снайп уходит сразу в угол бы вообще без разговоров просто уходит в угол и улыбается валера слишком маневрен он может с пули слишком многом поэтому надо подойти андердарк поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает ну что михаил чаманди его величество все г.г. боец андердяк сын того андердарк который юмер в эксперименте с ближним боем рвется в список ваших рядов под названием мест нет андердарк мест нет смотрите мы открыли сразу полдежины мирных но прямо в них стоит пак прям в них стоит пак который надо точно светить подойти ближе значит спулить поехали то есть подходить надо но не ближе чем я в любом случае до кинул скан туда сюда сканчик нам закидывается да вот сюда у даже поехали смотрим кто там крысы крысы будь они неладны 4 крысы отходим ближе подходим ближе снайп выцеливает подходим ближе крысы уходят это очень хорошо то есть этот пак уже не будет некоторое время сработать мне нужно заметить следующий пак болеяна не справа минус трое сразу нет это там рандом от одного до трех но мне колоссально не повезло короче да я рискую же вижу там дальше пак андерфиш подписался на премиум спасибо большое за подписку закидываем второй скан на второй пак и находится вот здесь то есть надо кинуть вообще-то подальше где конкретно меньше этих двоих они вот здесь вот находятся достанем да похоже достаем с богом блин сразу троих очень сложно будет видим до следующий пак кто там летуны летуны мирных вагон но если с пули начнется такая жара и и третий пак еще где-то да летунов спулили промах блин промах 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 блин они начнут расстреливать два овера мы мажем еще два овера не спирает и новый пак не спали на засвеченный короче мне пока нужно быстро разобраться с этим паком который рядом что снайпер всего три цели ближний 88 76 ну ближнего надо видимо гранатами закидывать снимать кавер с него хорошо сняли кавер четыре летуна не они расстреляют там всех мирных не расстрелять я не могу дальше лезть что я сразу с полю не определенное количество людей так у этого выбора нет просто ли бою налево что же вы делаете нельзя ближе идти хотя не стреляет бывает хорошо знаю 88 пытается ясно ясно сейчас будет ушатывать мир смена магазина да и крыса выходит и крыс пулили блин гг и они уходят к мирным еще так все 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 короче забей на мирных забей тебе нужно сейчас выжить просто здесь и еще третий пак нет нет не идите сюда не идите не надо ли там улим 3 пак улим 3 пак спасти хотя бы одного мирного Чтобы на рандоме страна еще не вышла. Это грязь. Вся карта. 11 человек. И вероятность отдали кони абсолютные. Отступать некуда, каверов нет? На этой ноте мы закончим трансляцию. Спасибо, друзья. Всего хорошего. Увидимся с вами завтра вечерком. На X-Chome. ККИК82 поддержал ваш канал на 200 рублей и сообщает. Доброй ночи, Михаил. В ваших старых скрижалях вы выводили имена лучших воинов. Помню, я как-то говорил про человека, отдавшего свои конечности, дабы заменить их на закаленное железо, тем самым усилив свою мощь и силу во славу планеты Земля. Красиво. Надо бы обновить чернила в писаниях. Ладно, друзья. Сегодня хватит. Метро поиграли. В X-Chome поиграли. Такую эпопею начинаем. Сейчас я залью на этом терроре на первом. Лучше на свежий воздух, на свежий воздух, на свежую голову проходить. Спасибо за то, что смотрели. Спасибо за то, что болели. Неужели мы вернемся к замечательной игре, которая заставляет тебя страдать, которая заставляет тебя думать, а не деградировать, как PUBG? Класс. И челлендж такой. Сколько там уже у нас набралось? 50. 7 тысяч 532 рубля. Спасибо, пацаны. Спасибо за поддержку. Завтра вечером увидимся, повторяюсь. Пока. Да, и разбредайтесь на каналы, на Goodgame. Алло, зайдите, смотрите. Там стримов наверняка в субботу вечером миллион. Уже, правда, ночь, но тем не менее. А, забыл, подписывайтесь на Premium. Подписывайтесь на GG+. Это лучшая поддержка сайта. И переходите со всяких богомерзких твичов и гугловских ютубов на наш родной Goodgame. Молодцы. Люблю, целую. Обнимаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok